Мне было очень интересно познакомиться с разными людьми, кто сюда пришел. Каждый пришел абсолютно с разными запросами. Соответственно, у нас будет волшебная такая штука, что мы будем делать какие-то вещи, и они каждому дадут ответы на то, с чем он пришел. Например, больше узнать про урбанистику или узнать, как развивать новые города. Или где находить энергию в городах, чтобы создавать какие-то позитивные изменения. Ну и так далее. Соответственно, мы все это затронем. Кто из вас является профессионалом в какой-то такой околгородской теме? Архитектором молодым или там зрелым? Или вот профессии всякие городские есть? Сколько человек? О, 10. Вот те, кому... А можно я спрошу? Урбанисты, встаньте, пожалуйста. Урбанисты. Один. Как вас зовут? Илья. Илья. Вопросы по урбанистике к Илье и? Стас. Вот, два урбаниста. Паш, вы урбанисты? Три урбаниста. Хорошо. Кто архитекторы? Это запоминайте, кому урбанисты интересны. Кто архитекторы? Встаньте, пожалуйста. Я шел сюда еще, кроме Спиридоновки, еще по Гранатовому переулку. Потрясающая, конечно, архитектурная форма. Вот у нас архитекторы собрались. Если вам интересна архитектура, общайтесь с ними. Если вы еще не познакомились, знакомьтесь. Спасибо. Добро пожаловать. Какие еще городские профессии бывают? Планировщики. Городопланировщики. Стас и Софья. Софья в двух лицах, ой, в двух профессиях. Архитектор и градопланировщик. А вы знаете Александра Антонова, Ирину Ербицкую, Глеба Виткова? Я еще молодой архитектор. Они тоже. Отлично. Спасибо. Все, три профессии городских или еще есть? Свято Мурунова, кто знает? Свято Мурунова почти все по всей стране. Он открыл уже 130 центров прикладной урбанистики в 130 городах. Объехал 400 городов в России. Кто знает, сколько в России всего городов? Сколько в России? 1108. Ну, вот там год назад было официально 1108 городов. Россия — это единственная страна тысячи городов. Единственная страна тысячи городов. Вот. Чем интересен Свят? Свят, он не архитектор. Ну, на мой взгляд, он как бы не совсем урбанист-урбанист. Он скорее такой, знаете, социальный проектировщик. То есть он в городах вместе с урбанистическими, прочими исследованиями и так далее, он прививает культуру создания социальных связей, новых форм коммуникаций для развития городских сообществ, городской среды, ну и города как такого сложного организма. Соответственно, Свят сейчас работает в Шаненке, в Московской высшей школе социальных и экономических наук, которые часть при Ранхиксе. Вот. И если у вас будет возможность к нему на какую-нибудь лекцию, у него много открытых проходит, или иначе с ним познакомиться, знакомьтесь. Он явно одна из звезд современной вот такой околоурбанистической среды. Вот. Теперь про меня. Мы со Львом, значит, близнецы. Соответственно, судьба у нас схожая. 41 год. Родились в Ижевске. Жили в разных странах. В разных странах жили. В 11 странах больше года в каждой. В 35 работали. То есть посмотрели чуть-чуть, как все устроено в разных местах. От Индии там и всякой Азии до, соответственно, Европы, Америки и так далее. Никогда городами не интересовались. Вот я сам вообще интроверт. Тоже для меня вот общение с людьми, это я последние полтора дня дорожал просто. Думаю, как я сюда выйду? И тут много людей. Я думал, что, 15 будет. Вот. 15 людей. И что я буду делать? В общем, у меня все внутри вот так сжималось. Я думал, зачем я соглашился? Зачем я соглашился? Только родит. Благой цели. Ну и Паша, конечно, убедил. Вот. В общем, я родился в Ижевске. Жил в Петербурге. Потом вот в разных странах 15 лет. Потом у меня умер отец. И я приехал из Нью-Йорка в тот момент в Ижевск обратно. Нью-Йорк такой большой. Ижевск 600 тысяч, поменьше. Вот. И там руководил университетом частным. 5000 человек студентов. И это мне было интересно. Но российская действительность такая сложная штука. Я думаю, что вы представляете. А вузы – это лицензируемая сфера. Я сейчас приду к нашим городам. Лицензируемая сфера. И, соответственно, там процветает. Или может быть, как называется, коррупционогенная. Коррупции. Как произнести правильно? В общем, коррупции. В общем, понимаете. Люди, которые принимают решения, некоторые из них могут быть нечисты на руку и брать взятки. Вот. Соответственно, 4,5 года я руководил вузом. Ни одной взятки не пришлось мне, так сказать, никому дать. Но у меня, видимо, какая-то внутренняя культура. Мне и не хотелось. Соответственно, я понял, что неизвестно, сколько я продержусь. Жизнь многоплановая и многообразная. Вот. И вообще я чувствовал, что мне почему-то интересно заниматься чем-то большим, чем организация. Даже такая интересная, как университет. Вот. И я университет передал партнерам. А сам занялся как-то городом. Ижевском. И вначале у нас идея была у меня. Там несколько еще знакомых. Вот мы все там поездили. Кто-то жил в каком-то Лондоне. Там я в Амстердаме. Еще где-то. И посмотрели, как устроены такие городские пространства. Причем и материальные сферы, и нематериальные. То есть коммуникации, идеи. Вот все вот это. И мы думаем, ну, люди живут, в принципе, нормально. Качество жизни достаточно в Амстердаме, там, в Лондоне, где-то еще. Доставь в Барселоне достаточно высокая. Почему бы нам лучший опыт, который применим в российской действительности, не привнести там галереи больше художественных, построить там дорожки вот удобные и прочее. Вот. И у нас появилась такая идея. В тот момент она абсолютно пришла сверху. Ну, знаете, как бывает такое озарение. У кого было в жизни озарение? Можно руку поднять, чтобы мы увидели сколько? У всех, наверное, я думаю. Вот. И мы просто почувствовали, что это надо делать. Плюс у нас была такая молодая администрация в городе. Это очень важно. Потому что вот те люди, которых обычно называют чиновниками, они все пришли в такая команда из бизнеса. И в целом у них был запрос на то, чтобы реально делать какие-то изменения позитивные. Вот. Я думаю, что вы все знаете, что городами управляют люди, которых этому не учили. Потому что, ну, может, вы меня поправите, но нигде в институтах не учат управлять городом. Это максимум каким-то узким сегментом. И когда, например, мэр или кто бы то ни было избирается первый раз или становится главой города, он понятия не имеет, как этим городом управлять. Вот. Тут есть маленькая такая штука, что большинство из нас, и мне в частности раньше, кажется, что город, ну, это, конечно, большая, но, в принципе, понятная вещь. Вот улицы, да, там трубы с водой, перекрестки, транспорт. Ну, в принципе, ну, там еще несколько таких штук. Вот он и город. Ну, и домов много, и люди бегают. Вот. В действительности, когда вот мы сами стали разбираться, оказалось, что город — это невероятно сложно устроенная система, причем которая взаимосвязи внутри города между людьми, группами людей, между системами, они нелинейные. То есть не то, что вот надавил сюда, и результат получил. Вот, как говорит Сергей Переслегин, один из, на мой взгляд, ведущих таких интересных мыслителей, как минимум в сфере городского развития, хотя он сам говорит, что он этим не занимается, из Питера, Сергей Переслегин, он очень четко формулирует, что город — это среда, которая не подчиняется законам систем. То есть жесткие системные правила, когда ты две-три штуки изменил, законодательство ввел, и ты ожидаешь, что город станет тем, что ты от него хочешь, не работают. Вот кто физику помнит, есть такое понятие «жидкие среды». Представьте себе, вот там много масла, и вы на масло надавите, и вообще вот туда как бы этот импульс не пойдет, он разойдется, причем неизвестным образом для нас, не ученых по всей системе. Город — то же самое. Спроектировать какой-то конкретный результат в масштабной системе очень сложно. Вот, и я к чему? К тому, что люди, которые управляют городами, как правило, и вот тут в книжке про это написано, не то, что они вот со зла прямо все неправильно делают. У них есть очень много ограничений, мы тоже вот столкнулись. То есть я никогда не работал в органах власти, но последние три года работал с представителями органов власти. Если раньше мне и многим казалось, что что это они все неправильно делают, вот почему? Ну ведь можно же по-человечески, а когда там прикасаешься вот к этим внутренним процессам, ты видишь, что настолько много жестких ограничений, я думаю, что вы это представляете, а кто профессионал, просто знают прекрасно, что люди, у которых не хватает энергии, я сейчас про многих чиновников, потому что у них много формуляров заполнять, среда, в принципе, не очень живая, они вот там каждое утро не знакомятся, друг с другом зарядку не делают, йогой не снимаются, как правило. Вот, хотя вот у нас в городе, у нас, ну, как, все руководители йогой занимаются, в городе. Вот, причем мы там ввели такую штуку интересную, я ее, может, показывать не буду, вот, такой губернаторский дворец, вот как, не знаю, Кремль, наверное, или Госдума. Вот, ну, только там лужайка красивая перед ним, и сейчас там по утрам йогу, цигун ведут, всякие такие штуки, вот этот символ государственной власти, очень такой красивый, со шпилем, и прямо перед ним люди занимаются тем, собственно, что им естественно делать. То есть через них течет энергия, и это сразу преображает среду жизни очень качественно. То есть мы это ввели как некий символ пару лет назад под названием программы «Здоровый город», вот, но потом мы увидели, что это реально трансформирует сознание людей, когда они идут вот по этой улице, и раньше не смотрели, там, губернаторский дворец. Вот, а сейчас они смотрят, там дети бегают, смеются, там кто-то в какой-нибудь подмассане сидит, кто-то делает какие-нибудь цигун упражнения, там, и прочее. Это кардинально меняет ощущения от и города, и вот этих, так сказать, мы их называем городские сообщества, четыре, бизнес, власть, некоммерческие организации и активные горожане. Есть такой исследователь канадский Мэрилин Хэмилтон, она автор книги, мы ее перевели «Интегральный город». Может быть, слышали, если нет, его можно скачать в электронном виде, «Интегральный город». Очень интересно, это реально следующий такой, по-английски «frontier», такая, как бы, следующая некая граница в понимании городов. Кто знает, что такое интегральный подход, кстати? Кен Уилбер, сколько рук поднимусь, прям, не знаете? Потрясающе. Вот, первый раз вы меня сегодня удивили, спасибо. Вот, если вам интересны города, вместе вот с более такими практическими книгами, которые, например, мы смотрели, проектирование городских улиц, найдите на «Озоне», я уверен, что есть, вот этот «Интегральный город», скачайте, там где-то 300 страниц. Если вы её прочитаете, я её не сразу смог прочитать, потому что она на более сложном уровне восприятия вот всех процессов в городах, сложном не с точки зрения, там, материальных систем, а сложном с точки зрения именно взаимодействия между разными уровнями, личностным, там, коллективным, проявленным, непроявленным, то есть она смотрит на все уровни, как бы, вот, бытия города. Если вы прочитаете, вы реально увидите город иначе, как живой организм. Ольга. Живой организм. Третье наше магическое словосочетание. Вот. Короче, в Ижевске появилась вот такая молодая команда, пришедшая из бизнеса, там, по 35-40 лет было всем, и они говорят, слушайте, мы хотим развивать город, и они что-то там делают, там, уборка вовремя происходит, трубы там и так далее. Но вот понимание, что такое город в целом, и куда его, главное, развивать, его, они смогли честно признать, что у них его нету. Давайте вместе, говорят, подумаем. Там, ко мне обратились и много еще других людей. И это был, собственно, для меня такой вход вот в эти все сферы городского развития. Они хотели тогда создать стратегию развития Ижевска, в частности. А ввиду того, что я стратегиями в корпоративном мире много занимался, в крупных компаниях очень работал по всему миру, в том числе вот в коммуникациях, в стратегии и прочих сферах, ну, мы решили помочь. Ну, ввиду того, что всегда хорошо изучать чужой опыт, мы вначале посмотрели все города России, где за последние пять лет разработаны были так или иначе какие-то интересные стратегии. Не просто, вот знаете, для галочки там нужно иногда делать, чем все занимаются, но иногда города делают усилия, собираются и создают нечто большее, чем просто формальный документ для того, чтобы получить субсидию из вышестоящего бюджета. Вот в частности мы нашли Самару. Кто Самару знает, там при предыдущем мэрии Азаров, Дмитрий, команда была «Урбекс.Развитие», компания консалтинговая, они года три на тот момент уже со всеми городскими сообществами, ну, кого вовлекли с бизнесами, крупным, средним, малым, с властью, создавали вот такую совместную мыследеятельность, то есть процесс мышления о городе, о его будущем, и формализовали это в виде всяких стратегических планов, программ и прочее. Вот, ну, в общем, неважно, нашли еще около 10 такого рода консалтинговых компаний, Strategy Partners тут в Москве, филиал сейчас, ну, не филиал, а как бы дочерняя компания Сбербанка, потом PricewaterhouseCoopers, они городами по всему миру занимаются, ну и в России заодно тоже. Вот, ну, еще целый ряд вот таких агентств, которые знают, как проектировать стратегии городов. Мы встретились со всеми, пригласили их к себе в Ижевск. В Ижевске мы создали, вот, Арго, это ассоциация развития города. Вот, мы просто посмотрели, у нас было ощущение, что во всех развитых городах что-то похожее есть в мире. То есть, что это такое? Это люди, которым небезразличен свой город, они могут быть, опять-таки, в бизнесе, во власти, в некоммерческом секторе или просто отдельные активные горожане. Вот, но у них есть способность думать о своем городе и действовать совместно, что оказалось очень такое непростая вещь — совместно действовать. Вот, и мы стали создавать, как бы, вот, некую ассоциацию людей, которым интересно развитие нашего, там, Ижевска, в данном случае. И мы в Ижевск пригласили по очереди всех консультантов. Они приезжали, мы собирали такие группы людей. Тут где-то я видел слайд. Тарам-тарам. Вот, примерно так это выглядит. Там примерно по 100 человек. Обсуждали, а где находится наш город, куда он может идти, там, ну, и так далее. Какие сложности, там, свод, анализ и всякие разные подходы. Вот, но повстречавшись с разными консалтинговыми агентствами, посмотрев на все подходы, примерно это у нас заняло полгода, мы вдруг поняли такую вещь, что ни один из этих, в принципе, неплохих подходов нам не подходит. По разным причинам. То есть мы увидели, что они не дадут тот результат, который мы хотим. А мы какой результат хотели? Мы хотели, чтобы город, за которым мы взялись, начал непрерывно развиваться. И здесь встает очень важный вопрос, что такое развитие. Потому что развитие городов – это то, о чем мы в том числе сегодня будем говорить. И, кстати, в любой момент, если у вас есть комментарий, вопрос, вы, пожалуйста, проявляйтесь. Вот, это будет хорошо. Что такое развитие? Кто как считает? Вот развитие Москвы, там, или любого другого города, Барселоны. Что такое развитие? И зачем оно нужно, собственно? Стас? Вот как надо руку поднимать или включать? Ага, протокол. Можно руку, можно встать. Хорошо. Представьтесь. Кирилл. Вы урбанист? Нет. Будущее. Что происходит с объектом, как вы сказали, с организмом, с любым, если он не соответствует изменяющимся обстоятельствам? Ну, он, скорее всего, как-то сжимается и умирает. Болеет и умирает. Совершенно правда. Вот, соответственно, у нас возник тут как раз такой термин. Живые города. Ольга, извините, что я вас попрошу еще раз. Живые города. Такой замечательный урбанист, маркетолог, там, и так далее. Денис Визгалов. Денис Визгалов кто-нибудь видел, слышал, читал? Вот, у него в интернете бесплатно доступны его книги. Одна из них, я сейчас не помню название, ну, как раз про брендинг, там, маркетинг городов. Ну, просто очень классная штука. То есть, если вы хотите, опять-таки, почувствовать, как лучшие города развиваются, что они делают в сфере коммуникации, само, так сказать, идентификации, вот каких-то всевозможных вещей, связанных с брендингом, то есть, обязательно найдите. То есть, я уже посоветовал Мэрилин Хэмилтон, интегральный город. Денис Визгалов, я думаю, что называется брендинг городов или маркетинг городов. Вот, и у него, собственно, была компания, которая называлась «Живые города». Вот, и от него, наверное, и еще от пары людей у нас вот этот термин возник, «живые города». И мы, собственно, поняли, что развитие городов, оно для чего нужно, чтобы город остался живым. Йогой кто занимается? Или цигун, или любыми такими практиками? Раз, два, три, четыре человека. Потрясающе. Рекорд. Обычно полуаудитория сегодня прямо. Нет, почему? Вы чем-то другим, может быть, более продвинутым занимаетесь. Просто я не знающий этого. Вот, ну, в общем, города, через которые течет энергия на разных уровнях, на материальном, там, финансовой, денежной энергии, интеллектуальной энергии, там, какие-то идеи, научные разработки и прочее. Люди притекают, утекают, оставляют свои полезные вещи в городе. То есть «Живые города» мы поняли, что это то, как бы, к чему мы хотим стремиться. Неважно, это Ижевск, Москва или любой другой город. И мы, соответственно, стали через разные внутренние проекты, то есть мы там, в Ижевске, постоянно собрали, в конце концов, вот в этой ассоциации развития города Арго, человек примерно 100 городских лидеров, то есть там мэр, там вице-мэры всякие, бизнесмены, крупный бизнес, средний бизнес, лидеры общественного мнения всевозможные, там, чемпионы мира, там, Максим Вырежаин такой по лыжным гонкам и так далее. Вот, в общем, люди, кто любит свой город, мы их собрали всех вместе и стали заниматься тем, что планируем будущее города, обсуждаем все вместе. Постепенно стали участвовать во всех там, в органах власти, всякие комиссии, комитеты, соответственно, каждый раз, когда что-то проектировалось, они приглашали из ассоциации развития города людей, кто наиболее близко к этой сфере стоит, имеет какие-то выдающиеся компетенции. Вот, и мы увидели, что это очень полезно, когда горожане из бизнеса, опять-таки, некоммерческого сектора или просто сами по себе, начинают быть частью принятия решений и частью оценки ситуации внутри городской власти, например, или вне даже городских каких-то вот таких институций муниципальных, а просто сами между собой. К чему это постепенно привело? Точнее говоря, какие вызовы мы вначале увидели? Мы увидели потрясающе. Первое для меня это было открытием. То есть мне казалось, я человек очень наивный и неискушенный в жизни, и, соответственно, ну, еще пожил 15 лет в других странах. Вот, соответственно, мне казалось, что как только мы начнем развивать город, ну, тут все к нам потянутся, и все вместе с нами будут его развивать. Первый такой шок был, когда в интернете где-то написали такую штуку, ага, еще одна группа людей хочет разворовать городской бюджет. Ну, и потом уже это потянулось. То есть оказалось, что у людей психика действительно нарушенная, и мы поняли, что у очень многих. То есть люди абсолютно неадекватно воспринимают окружающий мир. Ну, вы знаете, как проецируется прошлый опыт на настоящий момент. Вот, и вот то, что они привыкли видеть или считать, умеют, они видят и в любом как бы текущем моменте. И, соответственно, людей вот с таким негативным мышлением и с травмами как бы детскими, там, не хватило любви или еще какими-то, их оказалось у нас в обществе, ну, я думал, ну, там 10%, но их, ну, к сожалению, их очень-очень много. Ну, то есть каждый из нас, понятно, в разной степени, но вот это такое неспособность доверять миру, не то, что даже кому-то конкретно, а именно миру, как процессу, который вокруг тебя разворачивается, он очень во многих горожанах, гражданах, он очень силен. И вот эта первая проблема, которую мы идентифицировали, опять-таки, вы ее видите каждый день вокруг себя, я ничего нового сейчас не говорю, это огромная разделенность и недоверие в обществе. Причем это недоверие на двух уровнях. Например, бизнес в целом, в целом не доверяет власти, потому что мало чего хорошего от нее получал, по крайней мере, в восприятии бизнеса. Власть в целом не доверяет народу, ну, обществу такому. Почему? Потому что общество все время просит, все время критикует, и даже власть, когда что-то там хорошее делает, она вместо поддержки одобрения обычно получает какую-то критику, что что-то вы не так сделали, не вовремя и так далее. Соответственно, большинство чиновников, они точно такие же люди, как каждый из нас, они начинают формировать свою среду. Вот, например, говорят, вот почему какой-нибудь руководитель, он не общается постоянно там с людьми. Ну, потому что у него психика тоже ограничена, он не готов столько негатива воспринимать, сколько он может получить, если он будет со всеми общаться. Вот. И вот этот, ну, а народ, соответственно, ну, народ, я имею в виду, это люди, которые не в крупном там среднем бизнесе и не в органах власти, они не доверяют ни тем, ни другим. То есть вот такая институциональная или меж, как бы, межгрупповая недоверие. Оно очень сильное. И оно, наверное, даже не на личностном уровне, а уже где-то на трансперсональном, таком коллективном присутствует. Это огромный тормоз развития городов. То есть вот Москва уникальный пример, там может Питер еще. Почему? Ну, я думаю, что вы представляете, что объемы финансирования бюджетов Москвы и Питера, они не сравнимы ни с любым из других 1106 городов России. Соответственно, то, что там Спиридоновка и многие улицы в центре очень красиво, там, например, сейчас переделывают, делают пешеходные зоны больше, там и так далее, как могут. Это уникальная ситуация. И здесь Москва, ну, на мой взгляд, как бы действительно задает некие... Вот мы тут на днях спорили с таким сообществом экспертов в городских сферах. А кто-то из них написал, что вот московские органы власти, там не слушают людей, тарам-тарам-тарам. Вот. А я говорю, ну, они, конечно, может быть, не до конца слушают людей, но, несомненно, в Москве очень много хорошего тоже происходит, что по России является примером. Вот. К чему я это говорю? К тому, что, как правило, диалога в городах между бизнесом, властью, некоммерческим сектором и горожанами нет. Вот в Москве кто участвовал? Вот это идея для города, да? Красная книжечка такая. Стрелка выпустила. Чего хочет Москва, да? Вот. Кто из вас принимал участие в этом проекте? Коллеги, чем вы занимаетесь? Йогой не занимаетесь. Вы исследованиями принимали участие. Вот. Соответственно, ну, кроме вот этого недоверия между бизнесом, властью и обществом, огромное недоверие внутри. То есть один бизнесмен с другим не хочет общаться. Один представитель органов власти с другим не хочет ничего делать. И мы увидели вот где-то спустя год нашей работы, что вот наш такой идеал, что сейчас мы всех между собой передружим, сейчас мы всех перезнакомим, сейчас все начнут вместе думать о будущем и совместно делать такие позитивные изменения. Он достаточно быстро столкнулся с реальностью, что люди боятся общаться. Они чувствуют себя крайне неуверенно и не хотят выходить из своей зоны комфорта. Вот. Существуют, ну, как это называется, тектонические, да? Тектонические разломы между вот этими сообществами бизнес-власть общества. И здесь мы пообщались с разными экспертами, вот в том числе с Мейлин Хэмилтон, которые смотрят на города как живой организм. И у нас вот родилось, это такое вкратце описывание, путь нашего мышления о городе, упрощенно, конечно. И у нас родилось понимание, что город, город это как человек, только человек, который болен ДЦП. ДЦП представляете себе? Как называют, как расшифруются? Диск-сероперативный. Диск-сероперативный. Вот, может быть, просто ЦП, то есть, может быть, и взрослый существует. То есть, люди, как правило, у которых поражена нервная система, правильно, да? То есть, вы видели, как они двигаются, у них нарушена координация. Вот. И когда координация нарушена, еще речь, естественно, разрушена, нормальный поток речи, то человек становится малодиеспособным. Он может двигаться, но не очень хорошо. Он может как бы общаться, но не очень хорошо. И вот, по сути дела, наши города, ну, как минимум, все, которые я знаю, с разной немножко степенью, они больны. И чем они больны? Они больны как раз тем, что вот этого внутреннего диалога, внутреннего взаимодействия, слаженного его нет. Кто-нибудь в Нижнем Новгороде из вас был? Несколько человек. Вот Нижний Новгород, я туда приехал в этом году впервые, мне он так понравился. А люди, которые там живут и знают немножко ситуацию тоже в бизнесе, в органах власти, они говорят, что то же самое. То есть огромное расслоение, разъединенность и неспособность, соответственно, принимать значимые для города решения, да еще качественные, да еще надолго. Есть такое выражение у какого-то индейского племени или ацтеки, или какие-то там, в общем, какое-то североамериканское индейское племя, может быть, слышали, при принятии любого решения, думайте о его последствиях на следующие семь поколений. Вот. Это точно то, чего не происходит сегодня в большинстве кабинетов в бизнесе, во власти и в некоммерческом секторе, где люди принимают решения. Почему? Потому что настолько сложно даже через день пробиться вот со всем как бы окружающим негативом, с недостатком ресурсов, с неумением нашим личным общаться, создавать партнерство, сотрудничество во имя развития, что ни о каких, так сказать, следующих поколениях, как правило, никто не думает, потому что просто нет внутреннего ресурса. И вот когда мы на все на это посмотрели и увидели, как в действительности дело обстоит в городах, слышно меня, да, сзади, то мы поняли, что никакая стратегия, которую самые лучшие консалтинговые агентства придут, вместе с нами разработают как бы формально или даже неформально, очень качественного, с увеличением всех сообществ. То, что мы хотели сделать в конечном итоге, что долгосрочная такая совместная разработка будущего. Вот. Но потом мы увидели, что никакой стратегии города, о которой все говорят, стратегия города, ее быть не может в России. Почему? Потому что стратегия может быть только у субъекта, который обладает длинной волей, то есть он способен, ну, условно, хотеть и удерживать свое желание на протяжении, ну, для такой масштабной системы, ну, там, 10 минимум, 15, 20, 30 лет. И он должен быть обеспечен ресурсами для реализации этой стратегии. Вот. Ну, для того, чтобы что-то делать, что ты решил делать, тебе нужна энергия, союзники, там, деньги и прочие всякие вещи, знания. Вот. Что мы обнаружили с городами, это то, что города как такового нет. То есть город состоит, ну, мы это понимали, но тут мы прямо это увидели, как это проявляется на практике. Город состоит из множества, мы все это тоже прекрасно понимаем, микросубъектов, там, малых субъектов, средних субъектов, но нет никакого субъекта под названием город, который был бы способен принимать решение о своем будущем и его выполнять. Я наивно всегда считал, что, ну, есть, есть же мэр. Когда не занимаешься вот этими городскими вещами, ну, со стороны всегда, вот там, в Нью-Йорке, там, был Блюнберг, до этого еще там кто строил все, там, в Париже, кто эти бульвары проложил? Барон? Осман, да. Вот. Вот в Москве тоже там при Иосифе Сиреновиче наверняка были какие-то крупные деятели, и он сам что-то, так сказать, участвовал, ну, и так далее, цари всевозможные. То есть было ощущение, как мы потом поняли, абсолютно как бы неприменимое к сегодняшним реалиям каждого города, что есть какой-то человек или какая-то роль, мэр, например, который может городу сказать, так, нам хорошо туда идти плохо, туда не очень, а вот туда хорошо. Город идет туда. Мы делаем вот то-то, так-то, таким-то образом. Вот с чем мы столкнулись? Оказалось, что город — это составная система, и при принятии решений процентов, например, 20, в лучшем случае, влияние на городские проценты в руках администрации города или мэрии. 20 процентов. 15-25, то есть масса сфер городской жизни вообще никаким образом к ним не относится, к властям городским. Вот. По разным причинам. Потому что часть вот этих сфер регулируется федеральным законодательством, и города не имеют никакой вообще возможности на это влиять. Часть просто как бы вне их компетенции. Вот. Примерно еще 20-25 процентов городской жизни определяется сегодня региональной властью. Ну, для Москвы это тот же самый, так сказать, мэр. Вот. Но для большинства... Это 50 процентов. Побольше, но это чувствуется же. Вот. Для большинства городов, как бы какой-нибудь губернатор там или глава региона, он влияет на городское развитие его команда. И как правило, кто знает вот эти все истории городские, интересы городских властей и властей региона очень часто, к сожалению, в России расходятся. Какие-нибудь разные партии, разные кланы. Вот. Было несколько опытов развития городов такого мощных толчков. Вот в Томске, например, работала команда года 3-4 назад. Там был Сергей Градировский, кто его знает, там и другие люди. Пришел новый губернатор, старый мэр ему уже не нравился. Вся команда и все начинания по превращению Томска в такой университетский город. Они, ну, в общем, вся команда ушла, как бы усилия на этом закончились. И таких примеров по России достаточно много. Там еще процентов 20-25. Это крупный и средний бизнес, причем региональный, но еще есть отдельные, совершенно другие интересы, скажем, федеральных каких-то сетей или федеральных компаний. И опять-таки, эти интересы между собой абсолютно не сходятся. Потом есть, конечно же, там кто еще? Кто на город влияет еще? Федеральная власть влияет. То есть через законодательство, через какие-то бюджетные всевозможные взаимоотношения, то есть министерства, там законодательные органы, президенты и так далее, правительства, тоже процентов 20-25 на город влияют. Вот. Ну и тут остаются, например, горожане, да? Горожане, некоммерческий сектор, назовем их люди. Вот так вот, для простоты. Вот. У них сколько? Ну, 10-15% влияния. В чем основная проблема? И опять-таки, вот вы очень точно... Вас Илья зовут? Илья? Да. Вот Илья очень точно сказал, значит, в Москве 50. Ну, 50 не 50, но действительно, у Собянина, у Лужкова, ввиду того, что Москва это, как называется, город федерального значения, то губернатор здесь и мэр, это по сути дела, если вы меня поправьте, если я не прав, но это по сути дела некая единая субстанция. Соответственно, гораздо больше собранности в перепринятии решений, чем в всех других городах. Ну, и в Питере тоже самое, и еще где-то наверняка, может, в Севастополе. Вот. В Севастополе вы, кстати, видели, что недели две назад происходило. Там тоже очень сильное противостояние сейчас между разными группами во власти, вот Чалой и Законодательной, вот собрание, по-моему, называется, и не помню, как зовут, губернатор. Вот. Маленький городок, я не знаю, там может быть, сколько, 1150, 200, 400, ну, 400. Вот. Все равно город небольшой и очень тяжелые взаимоотношения между вот этими разными центрами влияния. Что это значит для городов? Представьте, что город — это живой организм, а он таковым и является. У него есть некое коллективное сознание, просто оно не формализовано на уровне вот нашей повседневной, как бы, восприятия города, но у него есть вот это коллективное, так сказать, сознание, и оно абсолютно разрушено. Кто знает, что происходит или как называется состояние человека, у которого в голове много разных голосов, и он себя то Наполеоном считает, то Иван Сергеевичем шизофрения. Может быть, это не совсем точное название, но, в общем, есть ряд болезней схожих, с тем, что я писал. Большинство городов живут в таком состоянии. То есть, одна часть мозга говорит, идем туда, другая говорит, нет, туда, третья часть говорит, да нет, мы никуда не идем, а четвертая, не знаю, делает что-то другое. Вот. Я вот сейчас сам это описываю, да, и прямо кажется, неужели вот все так, да, все так. вот это удивительно, но это так. Мы обычно про это не думаем. Почему? Потому что мало кто из людей смотрит на весь город, как на объект, единый. Мы смотрим там на свою улицу, там смотрим на какие-нибудь, не знаю, отдельные процессы, смотрим, кто может быть в бизнесе, насколько экономическая ситуация повышается, понижается. Но любая из вот этих сфер, это одна сотая из того, что происходит каждый день в городе. Вот. И вот эта сложность и многоплановость любого города и отсутствие единой воли, единого видения и единого сознания цельного, которое осознает город, а потом двигает его туда или сюда, это приводит к тому, что города, вот как пример с ДЦП, как пример с шизофренией, они находятся в состоянии ну, я в бизнесе большую часть моей жизни работал и, соответственно, города находятся в состоянии крайне неэффективное управление. И управление я не имею в виду там со стороны мэрии, а управление вообще системами жизни. То есть города не просто больные, они тяжело больные. Нам иногда кажется, что да нет, это же не совсем так. Вот сейчас улицы ремонтируют, мне кажется, очень красиво там. Во многих городах безработица, я сейчас был в Челябинске, Екатеринбурге, там безработица один, два, может, три процента. Ну, то есть почти ее нету. Вот, люди все работают. Ну, правда, в Челябинске у всех волосы выпадают, потому что там грязно, ну, заводы. Вот, и зубы. Вот. Там, ну, люди очень хорошие. И город прекрасный. Это правда. Вот. Но проблема в том, вот почему я говорю, что вот это вот состояние шизофрении, там, ДЦП, потому что... Как можно увеличиться? А? Как можно увеличиться? Сейчас скажу. Прямо про это сейчас я буду говорить. Вот. Но суть в том, что никто в Челябинске и в Ижевске, и там в большинстве любых других городов не думает о городе в целом. Депутаты городской думы не думают о городе. То есть вот этот институт с Москвой не знаком, но в большинстве городов, где я так или иначе отслеживал, люди, которые приходят в органы законодательной власти городской, они приходят лоббировать и защищать свой бизнес. 90% это представители бизнеса. И мы их можем понять, потому что у них его отнимают иногда. Там конкуренты или еще что-нибудь. Вот. Соответственно, они приходят абсолютно без компетенции, не понимая, как устроен город. А если думают про город, то думают, что нужно трубы поменять, там переселить из ветхого жилья в неветхое. То есть это опять-таки это 1-2-3% того, что в городе происходит. И уж точно никто практически не думает о городах, как о сложных, даже не системах, а средах, которые неуправляемы простыми решениями и движениями, и которые на самом деле текут из прошлого в будущее, и их масштаб не сопоставим с масштабом человеческой жизни. Вот это тоже очень важная вещь. Масштаб жизни города не сопоставим с жизнью моей, Стаса, Ольги или любого из нас. Потому что нас не было, город был, мы есть, город есть, нас не будет, город будет. Вот, соответственно, скорость трансформации городской среды, она всегда медленнее, чем хочется, но это обусловлено тем, что это очень сложные системы, которые живут свою жизнь, которые осознать большинство людей не пытаются, и даже те, кто пробует, как правило, это не так легко. Вот давайте здесь некую черту подведем, и сейчас перейдем немножко к другому типу работы. Итак, кто когда-либо интересовался городами, работает в этой сфере, вы просто это чувствуете на себе каждый день, а если будете работать, то вы это почувствуете. В городах нету субъекта с длинной волей и длинными ресурсами. Соответственно, стратегии развития города в России не работают. Почему это важно? Потому что города развиваются не как акт намеренной воли, кого бы то ни было, группы людей, они развиваются хаотически. Пришел там какой-то мэр, он чуть-чуть сюда город подтянул, пришли какие-нибудь бизнесмены, сюда подтянули, другие сюда, и вот такая как бы некая такая кашеобразная субстанция, она движется вот в такой пространственно-временной оси. Почему это важно? Давайте теперь уйдем из этого измерения большого города, перейдем к нам как к личности, потому что, ну, на самом деле, что самое главное? Главное – это наш личный опыт. Потому что это все, что у нас есть. Все остальное – это слова. Мы не знаем, как все устроено, мы можем только отслеживать, что происходит с нами. И, скорее всего, ввиду того, что… Ну, я сейчас свою концепцию немножко еще раз скажу. Ввиду того, что жизнь у нас – штука достаточно короткая, мы хотим ее прожить более-менее интересно, полезно, там, наполненно и так далее. Мы хотим, скорее всего, быть счастливыми, чтобы у нас была интересная среда общения. Там, если масло вспоминать, то там желание какой-то самореализации нашего внутреннего потенциала. Вот. Теперь относительно города, как происходит вот это взаимодействие. Мы в городах живем. городская экология на нас влияет. Да, вот. Там, в Челябинске и в других промышленных городах она влияет не лучшим образом. Система вот городского транспорта… Я в Москве работал, я в Нью-Йорке в финансовой компании работал, и меня просили открыть страховую компанию в Москве. Тут 4 или 5 месяцев пожил. Это было давно уже, какой-то 2005 год. И я уехал. Почему? Мне очень нравятся, как бы, ну, люди. Вот. Но я уехал из-за пробок, потому что мне нужно было на работу ехать, там тролливали. Я вот, сравнив с тем, что там, я, например, ходил на работу 15 минут пешком по каким-то приятным паркам, а здесь я час-полтора в пробках ехал на работу, и потом полтора часа обратно каждый день. При том, что все было очень здорово и интересно, но вот эта ситуация меня не удовлетворяла на тот момент. Я к чему? К тому, что почему важно, как устроены улицы или транспортные всевозможные связки? Потому что это наша с вами жизнь. То есть жизнь короткая, мы хотим проявлять себя, мы хотим общаться с друзьями, но если для друзей полтора часа ехать по пробкам, то это уже не такой кайф. Вот. К чему все это говорю? Кто может догадаться? Вот. К тому, что у большинства людей, которые доходят до какого-то уровня личной эволюции, появляется интерес вот в интегральном подходе как раз, я сегодня не очень много, наверное, про него буду говорить. А может, что здесь синий кран? Да. Так. Я это сотру уже. Интегральный подход, он по сути дела описывает, как развиваются сознания личности, общества там и так далее. Вот. И есть три этапа. Первый этап — это... Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь. Первый этап — это когда там типа эгоцентричное сознание, то есть я, я и я, я, я и я. Мой опыт, мои игрушки, моя, так сказать, сексуальная жизнь, моя работа, всё моё. И вот это для меня важно. Я себя осознаю как сознание в человеческом теле на этом уровне личности. И это тот уровень, на котором живёт большинство людей на планете Земля. Это понятно. Вот. Но сознание, как бы, оно постепенно растёт, становится там, возникают как раз более сложные взаимосвязания, мы раскрываем все больше немножко потенциал. И следующий уровень — это этноцентрический. То есть после того, что всё, что моё, и для меня оно важно, мы переходим к тому, что, например, там мы русские, или, да, или мы живём в деревне Чиджаевка, или я москвич, или что-нибудь ещё такое, или я работаю в КПМДЖИ, там, или в какой-нибудь большой четвёрке, и вот мы самые крутые. Вот. То есть возникает самоидентификация уже не только с уровнем личности, ну, там ещё, может быть, рядом семья и что-то такое очень близкое, но с неким коллективным или общественным пониманием, то есть я являюсь частью чего-то большего. Но на этом уровне всё равно как бы ещё существует большое противостояние между я вот, мы, например, русские, а вот вы там дагестанцы, да, или там мы в бизнесе, а вы там непонятно какой-то благотворительностью занимаетесь, ну и так далее. То есть этих границ их масса. Я сейчас немножко упрощённо, но я просто к тому, что люди, которые живут в самом низу развития уровней сознания, они на уровне выживания, как бы коллективного, племенного такого самого восприятия живут, у них большинство энергии направлено на вот процессы, связанные с личностью. Для них город это какая-то огромная среда, про которую они просто не думают. Я вот раньше про город вообще не думал, какой город. То есть у меня был двор, да, у меня была мама, там, не знаю, сестра, школа и так далее. Вот. И, собственно, я-то про город начал думать, как я уже говорил, года три назад всего. Вот. Но это как раз тот уровень развития сознания, когда люди к нему подходят, и вот большинство условных хипстеров и всяких людей непонятной такой как бы стадии развития. Ну, я имею в виду, на самом деле это более высокая стадия развития. Вот. Она просто проявляется в некотором изменении интересов от общепринятых внутри системы как бы всего там общества. Создаются такие анклавы как бы интересов, там ценности и прочее. Но обычно как раз люди, которые реализовали себя вот в бизнесе часто или вообще в своей профессии, люди, которые родились уже в молодости, вот такие какие-то непонятные, у них на самом деле уровень развития сознания, еще не буду про это долго говорить, оно более расширенное. Они как бы осознают, воспринимают вот то пространство, где они живут, как в своем. Это очень важная вещь. То есть люди, которых город осознают как часть себя. не просто как внешнее какое-то непонятное, неуправляемое, а для них город становится моим городом в том смысле, что я из него и черпаю ресурсы, возможности, но я и в той или иной степени отвечаю за него. Может быть, не как мэр, но у меня есть вот эта какая-то связь внутренняя. И вот эта книжка «Проектирование городских улиц», она не только для специалистов, хотя, наверное, для специалистов особенно. Подобные книжки я вот тоже читал в свое время, они помогают нам осознать, как обустроить жизненное пространство. А, вот эти люди начинают воспринимать город как свое жизненное пространство, свое. И они начинают желать, влиять на него. Они хотят, чтобы было неплохо, а хорошо. Не неудобный темный переход, а удобный, светлый. Может быть, вот сейчас модно говорить, что подземные это неправильно, а по-другому правильно. Соответственно, они хотят, чтобы было правильное и красивое, и удобное и так далее. Вот. И я думаю, что вы знаете, что есть достаточно большие группы людей на более низком уровне развития сознания, да, и для них хипстеры, урбанисты это примерно одно и то же. И это что-то непонятное, это люди ни о чем. Они какие-то там города, какие-то урбанистика, все это непонятно. Почему им непонятно? Потому что их среда обитания это их квартира, вот, в лучшем случае там, дачи, например, и офис. Город это не их среда обитания, это просто некий ресурс, который они используют. Это может быть крупный быть девелопер на таком уровне развития сознания, который город использует по полной и из него выкачивает для себя финансовую энергию, а город на вот эти следующие поколения, ну как бы застраивает таким дешевым жильем, который будет очень потом ну не качественным и не экологичным там, и не эстетичным и прочее. Это может быть просто какой-то человек, который на самом деле из города особо ничего не получает, но и в него ничего не дает. Это у меня был такой экскурс как бы в то, что большинство людей, которые задумываются о городе, вот мы с вами, например, у нас есть потребность понимать, что такое город, понимать свою в нем некую роль и место, и, конечно же, для любого мыслящего человека живого есть врожденная потребность влиять на окружающий мир. У кого-то из нас эта потребность зажата, если нам в детстве не давали проявлять свою жизненную энергию, вот, у очень многих, кстати, людей. У многих людей эта потребность достаточно раскрыта. И тут мы начинаем сталкиваться с реальностью. Вот мы хотим повлиять на город, сделать его лучше, там, траливали. И мы сталкиваемся с той ситуацией, которую я стер. А к кому пойти, куда податься? Одно дело это ввинтить лампочку в подъезде, это мы можем сами сделать. Вот, другое дело наладить процесс, чтобы всегда было светло, нам нужно уже договориться с каким-нибудь там ТОСом или управляющей компанией. ТОС это территориальное... Орган с местным вот, еще какой-то есть, еще какие-то вот такие штуки маленькие. Вот, это уже более сложный уровень взаимодействия, да? А если мы хотим решить эту ситуацию еще более кардинально на уровне там района, то нам нужно идти в органы власти, например, и туда ходить никакой нормальный человек не любит. Почему? Не потому, что кто-то там плохой, но просто это та энергетика, которая заложена в процессах, в системах, даже в стилистике, визуальной в том числе, большинства органов власти, она не жизнеподдерживающая и не жизнеутверждающая. Соответственно, мы туда идем и даже обычно вот уже коридоры энергии начинают высасывать, да, мы устаем. Если мы в очередях еще постоим еще больше, если мы столкнемся с человеком там через стойку, который тоже уставший, задроченный и так далее, то у нас вообще нет ощущения, что мы можем куда-то сдвинуться. И тогда все это переходит или в протестное движение, потому что мы не можем наладить конструктивное, продуктивное сотрудничество. Вот. И мы говорим, мы против того, что это происходит в принципе. Вот. Либо это у очень маленькой части людей. У большинства людей это переходит в закрытость, изолированность, как это называется, изоляцию. То есть мы живем в своей какой-то мерке в своем, у нас там обустроено, дома с друзьями, у нас все хорошо. Мы ходим в наши кинотеатры, там, вот. Но вот в эту внешнюю реальность, которая связана так или иначе с городом и с его жизнью, мы уже не хотим соваться, потому что там тяжело, там сложно, там сложно наладить диалог, сложно, чтобы тебя услышали, ну и так далее. Соответственно, вот эта наша врожденная потребность влиять на окружающую среду оказывается заблокированный. И что происходит? У нас возникает отчужденность от города как такового, мы начинаем, естественно, ругать тех, кто к городу с нашей точки зрения причастен, девелоперов, власти и кто там еще, вот, а сами чувствуют себя беспомощными. Происходит импотенция психологическая, то есть люди чувствуют, что они не способны влиять на окружающий мир. Ну как? Класс. Вот, я на самом деле вовсе не собирался про все про это говорить, у меня гораздо более жизнеутверждающие на самом деле вещи, вот то, что вы спросили, а что делать, да, как повышать эффективность. Как вас зовут? А вы чем занимаетесь? О, я тоже в банке 9 лет работал. Классно было, зарплаты высокие, офис красивый. Вот, короче. А третий этап? Третий этап. А эгоцентричность, этноцентричность. Смополитие? Ну, нет, ну как бы ощущение целостности бытия. Ну, то есть, ты не делаешь там уже различий, ты просто видишь мир, вот он, вот он есть как бы, границ не строишь искусственных. Соответственно, возникает целостность и ты начинаешь уже, здесь ты несешь ответственность внутреннюю, и тебя интересует твоя личная жизнь, ну, естественно, те, кто рядом с тобой, потому что это тоже твоя жизнь. Тут тебя интересует жизнь как бы какого-то общества, части общества, а здесь тебя интересует жизнь всего мира, мира в целом. Так, я понял, почему у нас с вами затык, потому что я обычно кликаю, и оно происходит здесь, а сегодня, видите, не происходит, я тоже затормозился. Короче, мы в Ижевске стали собирать людей, для чего? Для того, чтобы убирать вот эти барьеры недоверия и создавать коммуникации прямые. И вот тот самый знаменитый живой контакт, мы еще такого слова тогда не знали, но потом обнаружили. Что такое живой контакт? Можно, прошу выйти? Как зовут? Ольга. Ольга. Две Ольги, можно загадывать желание. Вот. Большинство людей, я могу ошибаться, но мне так кажется, когда общаются с другим человеком, они думают, как бы его использовать. Не в плохом смысле, но просто они думают, как вот этого человека, чтобы он мне интересно рассказал, да, даже внутри семьи. Так, мама, вот бы она мне сказку прочитала, или там ребенок, вот бы он мне дал отдохнуть после работы, то есть мы думаем про другого человека очень часто, как про некий объект, который может для нас быть чем-то полезен. Полезность в разной степени, в смысле, нематериальный, материальный и прочее. И если мы смотрим на другого человека, как, сейчас это изменится, если смотрим на другого человека, как на объект, то между нами есть очень жесткая граница. Вот есть я с моими интересами, вы помните? И есть вот этот другой, он еще может быть, в худшем случае, какой-то плохой другой, гей, с Кавказа, Удмурт, чеченец, еврей, не знаю, кто-нибудь еще, фашист. Ну, а в лучшем случае, если без таких крайностей, он просто другой, он меня не интересует на самом-то деле, меня интересую я, и моя жизнь, и моя самореализация, мое счастье. И, соответственно, мы другого человека используем, обычно, вполне себе подсознательно и не отдавая отчет в этом. И тогда у нас нету живого контакта, потому что у нас есть мощная граница, и наш, вот к вашему слову про эффективность, наше общение неэффективно. Я вот сейчас часто мастер-классы провожу на всяких больших форумах, которые называются «Эффективное взаимодействие с государством». И мы на них обнаруживаем, что государства во взаимодействии с государством нет. С тобой всегда взаимодействует конкретный человек. Никакого государства с тобой никогда его нету в этом смысле. А государство состоит из отдельных людей? У нас конкретный случай взаимодействия. Взаимодействие всегда с человеком. То есть вы не взаимодействуете с системой как таковой. Вот. Я сейчас к вам уже вернусь. Извините, что? Как оно может быть, общение неэффективное, если ты получаешь то, что тебе нужно? Ты получаешь, ну, мы используем людей. Ты получаешь от него конкретно то, что тебе нужно. Эффективное общение. Почему нет? Ты получаешь результат. Смотрите. Какой человек с тобой общается, я с вами с радостью соглашусь. Если у вас низкие цели получить что-то конкретное от другого человека, вы абсолютно эффективны в них. Но если у вас цели выходят за рамки вот этих маленьких целей, а вы хотите, например, город развивать свой, да, или там еще что-нибудь такое большое, то если вы просто используете других людей, не понимая их и не создавая живой контакт, то вы будете неэффективны. Вот. И эти отношения, они будут очень краткосрочны, потому что, когда вас используют, ну, один, два, три раза использовали, как вы потом к этому человеку будете относиться? Вы не захотите с ним сотрудничать. Ну вот. Теперь переходим к живому контакту. Что такое живой контакт? Живой контакт, это не методика, не технология, это как бы некое ощущение, просто пробую передать. Оно возникает, например, когда я прихожу в органы власти или к другу, или там домой, я смотрю на другого человека и, в принципе, ощущаю его жизненность, его присутствие, его как бы вот, ну, жизнь, которая течет через меня и через него. И помните, мы оба умрем, и это все очень быстро происходит, это важно. Вот. А сейчас мы оба живы, и у нас есть возможность, вот, используя очень малую часть своего осознавания, как-то вот так, как это называется, транзакционно, транзакционно пообщаться, то есть, давай сделаем вот это, да, мне это невыгодно, или давай сделаем вот это, да, мне это выгодно, давай сделаем. Вот. Это транзакция, мы какое-то совместное действие сделали, и все. Вот. Либо у нас может возникнуть более глубинное ощущение сопроживания жизни, сопереживания, сопроживания этого момента. Я сейчас не буду тоже глубоко в это погружаться, это можно отдельно долго разговаривать, но вы, я уверен, всегда это знаете, у вас в жизни были те и другие ситуации, когда вы открываетесь другому человеку, есть такое слово «любовь». Вот. И любовь, вот там говорят, что никто не дал четкое определение любви. Я тоже не знаю. Вот. Но одной из характеристик состояния настоящей любви это состояние открытости другому человеку. Да? Речь не идет про отношения мужчины с женщиной, например, там, или другие какие-то такие интимные. речь идет про наше взаимодействие и способность воспринимать другого человека как такого же живого, такую же живую, как бы, ну, скажем, сущность, как и нас самих. И тогда между нами вот эти границы, там, русский, там, еврей, чеченец, там, дагестанец, там, не знаю, какой-то еще чиновник, бизнесмен, они становятся менее значимыми. Они все равно присутствуют так или иначе в жизни. Вот. Но мы уже смотрим друг на друга как на проявление вот некого, ну, там, потока жизненной энергии бытия. И когда это происходит, а у вас в жизни это происходило, поэтому мне не нужно это подробно описывать, вы знаете это состояние, то вы переходите к гораздо более глубокому и эффективному взаимодействию. И это может проявляться через, ну, условно, там, создание семьи какие-то вот такие, отношения, когда вы создаете, там, детей, да, или, там, семейный очаг. Вы можете вместе создавать город. Короче говоря, вы вместе начинаете сотрудничать, обмениваться энергией, взаимодействие, это всегда отношения, да, это обмен энергии интеллектуальной, физической, там, всякой другой. Вот. И вы вместе начинаете творить жизнь, но не в виде ребенка, а в виде, например, улучшения городского пространства. Благоустройство. Благоустройство, да. Вот. Если вы делаете это формально, исходя из законодательных актов, предписаний, вашей ответственности, кто-нибудь пробовал из ответственности сексом заниматься? Я уверен, что многие в разных, как бы, ситуациях, у вас какие-то отношения, и вот там надо, или привычно уже, или еще что-то, супружеский долг такое выражение есть. Вот. Но это же не настоящее, вы знаете, да, это не то. Вот. То есть энергия не течет. И точно так же люди, которые занимаются городом, и у них есть живой контакт, доверие, да, у них есть общее видение, понимание, куда мы идем, почему мы это делаем, есть признание, уважение друг друга, у них как раз течет энергия, и те города, где это происходит в достаточно большом количестве, я при количестве сейчас скажу, они оживают. То есть из таких спящих, больных, зажатых, скукоженных городов в них начинает рождаться вот эта новая энергия жизни. И они способны тогда адаптироваться к переменам, там, к экономическим, к социальным, к любым. Ольга, я надеюсь, что я вас не разочаровал. Спасибо большое. Я живу. Именно так мы пытаемся взаимодействовать с властями. Сложно, да? Нет. Нормально? Ну, стараемся по-человечески, да, вот на таком уровне. По-человечески. Да. Я тут удивился, я был на форуме, общественная палата России проводит форумы в разных федеральных кругах, я был на форуме, по-моему, в Петрозаводске, это северо-западный федеральный округ, и там пришел прокурор вот области какой-то, ну, вот это мой мастер-класс, и мы там просто сидели, там человек 20 за круглым столом и обсуждали, беседовали про всякие вещи, в том числе про общение с государством, как на самом деле общение с людьми. И потом он написал в Фейсбуке или вот где-то там, я вот этот комментарий увидел, то есть там его фотографии, вот эти вот погоны, там у него какой-то чин уже, он там взрослый человек. Он говорит, 30 лет работал в системе, только сегодня понял, как все на самом деле устроено. сразу становится легче. Про что я говорю? Про то, что город, вот эта огромная сложная система, ни у одного из нас нету прямой возможности повлиять сразу на все. И у Собянина нету, и у Путина нету, ни у кого нету. Это очень сложно устроенная, нелинейно управляемая система. Но мы с вами хотим влиять, потому что мы живые люди с достаточно высоким уровнем развития, и, соответственно, наше желание проявлять свою творческую жизненную энергию, влиять на окружающий мир, оно будет гораздо более эффективно проявлено, там, неважно, мы архитекторы, музыканты, или в какой-то другой сфере проявляем себя, если мы научимся создавать живой контакт. Я уж не говорю про то, что мы будем счастливы в семейной жизни, с друзьями и так далее, но живой контакт – это главное словосочетание, которое я прошу вас, вот говорят, если что-то одно вы с собой несете, живой контакт. Живые города, развивающиеся, активные, современные, создаются людьми, которые находятся в живом контакте друг с другом. Вот та же самая, вот канадская исследователь Мэрилен Хэмилтон, она приводит метафору, например, пчелиных ульев, ульев? Или как, вот эта вот штука летает черная, как это называется? Рой, рой. Пчелиных раев, роев, раев. Она говорит, посмотрите, пчелы в сену и у стаи, у птиц то же самое, они все летят в каком-то одном направлении, не знают, что делать, то есть у них есть очень высокая степень связанности между собой и в целом, как бы вот этого социума, микросоциума, и они решают, на самом деле, очень сложные задачи, то есть исследователи вот этих пчел, они знают, что там, ну, не всякий еще человек способен большинство этих задач решить. Я не говорю прилетать, там, решение именно каких-то практических вещей, а они способны. Что происходит в этой среде? Там возникает так называемый коллективный разум. Он происходит еще у муравьев, то же самое, да, сложные постройки, они не общаются, там у них нету азбуки Морзе, никто не выявил еще, как они общаются. Вы знаете? Вот Ольга знает, к ней можно подойти по этому поводу потом. Вот, но я не знаю в любом случае, и, но факт остается фактом, что совместно они способны строить очень сложные системы и среды для проживания в неблагоприятной среде. И мы утверждаем, и, собственно, мы это и выстраиваем шаг за шагом. Это процесс, который занимает, мы думали, там несколько месяцев, и бабах, горы тоже, ну, или там хотя бы пару лет. Мы сейчас уже видим, что это процесс, ну, собственно, на всю следующую жизнь. Вот, но этим процессом очень интересно заниматься, и может каждый человек заниматься вне зависимости от вашей роли в обществе. Не важно вы там предприниматель, студент, домохозяйка или кто-то еще. Все, что нужно делать, это научиться создавать живой контакт. Вот, как только вы научитесь это делать не случайно, вот там влюбились, там что-то открылось, какая-нибудь сердечная чакра. Нет, когда вы научитесь спокойно это делать с любым человеком, а это несложно, вы увидите, что весь мир, ваша жизнь, начинает преображаться. Она начинает наполняться смыслом, вы становитесь более энергетичным, более как бы в тонусе человеком, вы перестаете блокировать, постоянно бояться, там и так далее, вот как я боюсь, например. Вот, и вы увидите, что ваша жизнь, вне зависимости от вашего возраста, географического местоположения, она наполняется, ну, таким ощущением волшебства. Вот, я так сказать, не мистик, но это фактически то, что происходит, вы просто начинаете видеть, как ваше взаимодействие с, там, дежурным по подъезду, или как это называется у нас правильно, с, с каким-нибудь участковым, там, в авторемонтной мастерской, в мэрии и так далее, с подрядчиками, когда вы делаете все то же самое, но в состоянии живого контакта с собой, с реальностью, с другими людьми, ваша жизнь становится, ну, действительно волшебной. И тогда преобразование городов перестает быть просто наукой, ну, потому что можно, например, узнать, как правильно проектировать улицы. И такие люди должны быть. Это экспертное, обыкновенное нормальное знание. Что? Там снимают, покажут тебе. У меня нету, у меня нету белозубой улыбки, поэтому я не буду улыбаться. Вот. Вот. Когда вы научитесь привносить вот этот живой контакт во все взаимодействия, которые, например, по поводу города или всей вашей жизни у вас происходят, вы станете тем самым пульсирующим источником жизненности, который будет пробуждать такое же состояние в других людях, и город вокруг вас, неважно, люди во власти, с кем вы взаимодействуете, в бизнесе, в некоммерческом секторе, они точно так же, они будут идти вот по этому эволюционному пути вместе с вами. Вот. Обычно эта эволюция происходит очень долго. Многие люди всю жизнь на одном уровне остаются, кто-то тихонечко-тихонечко движется. Вот. Но это происходит в отсутствии осознанности. Когда вы привносите вот это осознанное присутствие в свою жизнь и во все взаимодействия, которые происходят, вы начинаете реально трансформировать все окружающее пространство, в том числе пространство города. вот. Вы становитесь источником сотрудничества, к которому начинают люди тянуться. Вот. И вот это взаимодействие ваше становится очень эффективным. то есть эффективным в глубоком смысле. Вы начинаете не просто маленькие цели быстро отрешивать и уходить, поиспользовав кого-то, а вы начинаете совместно видеть необходимые задачи, которые нужно решать, не те, которые хочется решить. Да? Быстрое такое, быстрое удовлетворение. А вы видите, куда движется система города, двора, вашей жизни, там работы. Вы видите возникающие вызовы. Более того, вы становитесь способным их предвидеть. И для того, чтобы их решать, вы входите в эффективное взаимодействие по долгосрочному развитию той системы, которой вы занимаетесь. Вот. Так, давайте несколько слайдов чуть-чуть все-таки хотел бы показать. Есть важные, интересные. Вот, например, два базовых принципа, которые мы у себя в Ассоциации развития города применяем. И применяем очень эффективно, как вы сейчас увидите. За 10 секунд первое — это объединить лидеров четырех сообществ городских. Ну и понятно, что Москва чуть-чуть побольше. Сколько сейчас? 15 миллионов больше? 10? Вот. То есть, возможно, вот если я в Москве живу, у меня нет возможности вот завтра выйти и собрать лидеров из власти, из бизнеса. Просто нету этих контактов кармических, да? Они не наработаны. Вот. Но это может происходить на любом уровне. В принципе, в городе, если мы способны объединить лидеров из-за власти, бизнеса, некоммерческого сектора и вот активных горожан, это может быть 100 человек, 500, там, тысяча, зависит от масштаба города. Вот. То мы приобретаем тот самый коллективный разум, нам не нужно 100% жителей, это невозможно нигде. Нам нужно ядро. Вот. И все социологические исследования показывают вот такую штуку. 1% от любой крупной социальной системы это лидеры, это люди, которые умеют, видят, куда идти и умеют объединять людей вокруг себя. За ними идут. Это те люди, которые создают импульс к изменениям и способны вести эти изменения через необходимые все сложности и процессы. 1%. Соответственно, очень часто люди более развитые, какие-нибудь активные, они жалуются. Почему меня никто не понимает? Вот я вот делаю это, делаю это и все хорошее, но никто мне не помогает. Ответ очень простой. Это тот самый 1%. Вот он, один человек есть, а вокруг него 99 человек. Они не лидеры, они вовсе не собираются, у них так не устроена психоментальная структура энергетическая, чтобы вести вот эти изменения. Примерно 9% плюс-минус там бывает по-разному это те люди, которые способны со временем достаточно быстро, но все равно не сразу, не после одного разговора включаться в изменения. Это как раз те последователи, которые объединяются вокруг лидеров и куда-то уже массой коллективом идут. А 90% людей, они не созданы таким образом, чтобы что-то там менять. То есть, это люди, которые живут свою жизнь, они выстраивают свою достаточно узкую картину мира, и это их жизненная задача, им не нужно делать больше. Это очень важно понимать, чтобы не было фрустрации, почему вокруг все, например, там не создают коммунизм или капитализм, или какую-нибудь еще замечательную идею не воплощают в жизнь. Мир так не устроен. Это важная вещь. Соответственно, в городе, если вы хотите серьезных, позитивных, конструктивных изменений, вам нужно выявить 1% этих людей, лидеров, их обычно видно, но не всегда. И, собственно, увлечь их в некий общий процесс мышления о городе, а потом делание либо конкретных проектов, либо каких-то масштабных уже программ и так далее. Можно увлечь лидеров. Лидер, если есть танцем, наоборот, увлекает людей. Вы абсолютно правы. Я с одним бизнесменом говорил, очень крупным. Он говорит, Лев, ну, я, говорит, в это не верю. Я, говорит, пробовал лидеров объединять, но они все такие эгоисты, каждый в свою сторону хочет вести. Это полная правда на определенном уровне. На каком? На том, когда вы не даете людям идею, которая способна их объединить. Потому что, действительно, каждый хочет себя почувствовать. Многие лидеры, они все еще находятся в стадии эгоцентричного мировосприятия. Им важно простроить свой мир. Кто я такой? Я успешный там и так далее. Вот. Но когда вы находите идеи, которые способны объединять людей, и у вас возникает среда, платформа для коммуникации, то это происходит. И это не происходит за один день, но это процесс, который можно запускать. Вот. Видите, как все просто? Вот это, кстати, наука. То есть, это действительно наука, потому что банальному сознанию это совершенно не очевидно. мы вот когда начали заниматься, то есть мы общались с большим количеством людей весьма неглупых в жизни, там, в бизнесе, во власти. Ничего подобного никто не понимает. Ну, как бы нет этого понимания с консультантами всевозможными, со всеми там общались, не понимают. Потом вот нашли нескольких ученых, ученых, которые изучают города, как бы вот эти сложные динамические среды, вот и оттуда все эти простые правила пришли. Мы их используем, они прекрасно работают. Кому захочется действительно глубоко погрузиться и получить для себя мощнейший инструмент для вашей работы профессиональной в любой сфере, вообще для всего, что вы делаете в жизни, вот там вверху слева четыре буковки латинских, аквал, это all quadrants, all levels, в переводе все квадранты, все уровни. Вот, это как раз такое очень упрощенное описание вот этого интегрального подхода, Кена Уилбера и других ученых, вот здесь, вот на этой, вот на этой шкале развития уровней сознания, там социальных систем и прочее, тут собраны множество исследований ведущих ученых в разных сферах, в социологии, там в человеческом познании и прочее, вот, и они наложены на некую единую как бы шкалу. Вот, вы прекрасно в интернете можете про это почитать, вот, для упрощения, просто для примера, как развивается сознание, например, это происходит и на уровне личности человека, и на уровне социальных систем, и на уровне всего общества. Вот упрощенно их цветами обозначили, ну, это просто, чтобы говорить удобно было. например, красный уровень это уровень силы, это люди, живущие в мировосприятии в таком, что сила это главное, с помощью силы я могу решить все вопросы, вот, и действительно, с помощью силы мы очень многие вопросы можем решить, но суть в том, что это их основополагающая, доминирующая картина реальности. Вот, на уровне общества это феодальный строй, то есть мы создаем свою феодальную, некую, так сказать, штуку, и там живем, властвуем и прочее. Следующий уровень сознания движется вперед тихонечко, это называется уровень порядка, то есть здесь силы являются доминирующим инструментом, здесь порядок, системность, структурированность, например, вот, многие силовики, не все, но многие, многие, ну, как бы так сказать, криминальный мир, бандиты там и прочее, они живут на уровне мышления вот здесь, силы решают все, и им любые другие типы ценностей не очень близки, вот, например, вот хипстеры, для которых что важно, свобода, индивидуальность, проявление, они им совершенно не близки, непонятны. На синем уровне это уровень порядка, это очень многие государственные чиновники, которые знают, юристы в частности, все должно быть по закону, бухгалтера, сюда же попадают силовики, которые не используют силу для своих каких-то целей, а используют силу для поддержания порядка в обществе, тоже синий уровень. Я сейчас очень упрощенно, можно это глубже изучить, это все очень интересно и полезно, оранжевый уровень это уровень достигаторов, то есть это бизнесмены очень многие, предприниматели, спортсмены сюда все попадают, для них очень важен результат, куда мы попадем, кем мы станем, что мы достигнем там и прочее. Зеленый уровень это как раз наши знаменитые хипстеры и урбанисты. Зеленый уровень, это вот помните хиппи были в 60-х годах, дети цветов, тролли-вали, сознание человека как бы развивается и из внешнего мира и вот статусы, достижения, эти ценности уходят и ценности возникают новые. Например, ты понимаешь, что в мире есть многообразие точек зрения, плюралистичность восприятия мира возникает на этом уровне развития сознания. Это все к городам имеет прямое отношение, потому что в городах живут представители всех этих уровней развития и они не понимают друг друга. Сейчас я расскажу, как они не понимают, а потом что делать. Вот, здесь возникает понимание, что можно любить музыку Баха, можно любить там Рамштайн, можно гражданскую оборону, можно Аллу Пугачеву и ни одно не лучше другого. Это плюралистичность, многообразие окружающего мира. Здесь возникает ценность человеческой жизни впервые, потому что на уровне силы человеческая жизнь, она как бы вообще даже вопроса такого нету, на уровне порядка защищается установленным законам и правилами, регламентах. Если мы, помните, были компании, которые там, правда-неправда, но они молоко продавали в Африку, что-то там сухое матерям, происходило привыкание у детей, у матерей молоко там тролливали, отключалось, и потом там все там поумирали в Африке. Это лет 15-20 назад была такая огромная история. То есть этим людям нужно было заработать прибыли, чтобы показать на бирже, и, соответственно, ценность человеческой в этот момент не очень значима. Понятно, это тоже отличается от личности к личности. На зеленом уровне значимость личности, проявления, индивидуальности, все вот творческие богемы, все это как бы представители вот этого уровня сознания. Я сейчас упрощаю как бы в целом. Вот. И вот эти вот все уровни развития сознания, на них находится большая часть населения Земли, 97-8%. На любом уровне человеку кажется, что он прав, его система ценностей истинна, а все другие неправильны. В чем это проявляется? Например, оранжевый — это уровень, большинство продажников работает и ощущает себя на этом уровне. Результат, результат, результат. Для результата все можно. А на синем — бухгалтер. Вот кто в компаниях работал, вы знаете, что между бухгалтерией и службой продаж всегда напряженность. Потому что это, ну это можно сказать, разные вибрации, они просто несочетаемые. Ну или можно по-другому, уже более упрощенно, так сказать, описывать, что разные ценности и так далее. Люди, как правило, сложно понимают язык друг друга. То же самое бизнесмены и чиновники. Вот чиновники — это синий уровень, порядок. Главное не результаты, главное, чтобы было все по закону, по порядку и так далее, по инструкции. А бизнесмены всегда говорят, да ну какая инструкция? Давай мы сейчас тут быстро, ладно, это не важно, вот сделаем, и у нас все получится, а потом уже кто победитель, тот как бы и решит. И это неприемлемо, это вызывает когнитивный диссонанс у нормального любого чиновника, представителя вот этого синего уровня. Я сейчас такие очень банальные примеры привожу, просто чтобы ощутить родители. Например, ребенок, ой, у меня есть много знакомых, они предприниматели успешные. Они достигли всего, они сами все построили, свои империи, а их дети, ну, они их любят, но они стали какими-то музыкантами, какими-то там художниками. И вот этим родителям очень тяжело, потому что вот эти вибрации, они большинству людей, которые вот тут глубоко находятся, не близки. Они не понимают, как он мог, ну вот не нормальным делом заняться, а пойти, не знаю, в урбанисты какие-то. Шучу. Вот. Ну и наоборот. А, собственно, а вот люди на этом уровне очень тяжело воспринимают бизнесменов. Кто помнит был такой фильм «Забризский поинт»? Антониони. Вот. Ну, неважно. Там отец как раз, он какой-то успешный, не помню, бизнесмен, а дочка с парнем ушли там в пустыню спасаться от системы. То же самое. Вот это противостояние отцов и детей очень часто как раз это просто противостояние разных уровней развития сознания. Вот. Дальше возникает при дальнейшем развитии так называемый интегральный уровень, это когда человек способен все перспективы, все вот эти как бы уровни в себя вместить. Он понимает, что в жизни важна сила. Он понимает, что порядок тоже важен. Необходимо достигать результатов. И важна как бы там человечность, взаимодействие, связи, творчество и прочее. И на этом уровне человек способен взаимодействовать с людьми, с любого предыдущего. А они между собой очень тяжело. И вот вы, по-моему, спросили или кто-то спросил про лидеров, что они не могут между собой, да, что каждый к себе тянет отъяло. Когда в системах возникают лидеры желтого и более высоких уровней развития сознания, они способны вносить в городе, например, да, в диалог сообществ объединяющие ценности они способны находить точки контакта и взаимодействия с любым из лидеров на предыдущих уровней. Потому что очень сложно объединить лидеров из власти ярко-синих, из бизнеса ярко-оранжевых, каких-нибудь некоммерческих организаций, которые думают там про социальное благо и прочее. Они просто вибрируют на разных частотах. Ну, если использовать метафору, да, волновую. И когда появляются в социальных системах люди вот этого желтого и следующих уровней развития сознания, это все как бы просто метки такие для простоты, они способны создавать общие ценности, общие смыслы и вот этот диалог взаимодействия, где лидеры, находящиеся на разных внутренних уровнях развития как бы вот там интеллектуального и прочих как бы интеллектов, они способны создавать вот уже некую общую среду. Потому что печенка, селезенка, сердце там, не знаю, легкие, они тоже по-разному устроены, да, но организм вместе функционирует достаточно слаженно и в городах может быть все то же самое. В общем, это очень интересная штука, можем как-нибудь в будущем просто с ней поработать. А она почему еще важна? Вот эти квадранты, вот это уровни все, а это квадранты. Там дальше трансперсональные всякие уровни и прочее. Вот, а вот это квадранты, правая сторона это внешнее проявленное, левая сторона это внутреннее, верхняя половинка это я, личность, а нижняя половинка это коллективное, да. И, соответственно, если очень простым языком обозначить, что любой процесс, любое, например, изменение в городе, оно всегда задействует, оно проявлено в четырех вот этих квадрантах из математики слова. нижнее, левое, то есть коллективное, внутреннее, это культура, это нормы общественные, да, вот все вот эти вещи. Проявленное, коллективное, это всякие системы, инфраструктуры, законы, процессы, структуры и так далее. Индивидуальное, проявленное справа, это, например, наше поведение, наше умение что-то делать, а индивидуальное, внутреннее, это наши убеждения, наши мечты, наши идеалы и так далее. Суть в чем? Вот я сейчас там, я регулярно в всяких органах власти работаю там, и в законодательных, и в исполнительных, и когда люди начинают решать проблемы, они всегда в органах власти смотрят на нижний правый квадрант. То есть они думают, как изменить закон, чтобы не бросали на улицах там эти штуки, бычки, или как изменить закон, или, например, какую систему информационную поставить в Москве, чтобы горожане почувствовали, что их слышат, внедряется, чего хочет Москва. Вот. Но этот подход, это, знаете, это как у вас, например, четыре, бывают такие ружья, и у вас там два ствола, а бывают четыре ствола. Это вот как у вас четыре ствола и четыре пули, а вы только одну используете. Вот это то же самое, только еще хуже. Потому что вы с миром взаимодействуете очень ограниченно, вы не думаете о всех вариантах, которые нужно затронуть в городе, в семье, то же самое, хоть где. Это абсолютно универсально ко всему применимо. Например, велодорожки знаменитые. Вот то, что камень кладут, и знаки ставят, и правила меняют, это нижний правый квадрант. Это системы какие-то и так далее, инфраструктура. Но важно еще для того, чтобы успешно решить эту задачу, внедрение велодвижения в любом городе, важно еще формирование культуры, то есть установок. Например, что велосипедист, он равноправен с автомобилистом. Ну и много-много всего. Что это хорошо, что это полезно. И, соответственно, если мы хотим решить любую задачу на уровне города, нам необходимо менять системы, структуры, процессы. Нам необходимо менять культуру общественно-социальную. Но нам также нужно работать с каждой личностью, начиная с себя и с другими. То есть менять внутренние установки и убеждения. Если мы с ними не работаем, то есть везде на плакатах написано «Велосипеды» — это хорошо. А у людей внутри, у автомобилистов особенно, эти гады пол улицы заняли. Ну, например. И если не работать с внутренними установками, убеждениями, как бы видением мира отдельного человека, то очень неэффективно мы будем решать всю задачу. вот, но также нужно еще работать с внешним проявленным поведением людей, всех вовлеченных. Например, учить велосипедистов конкретно смотреть на знаки и останавливаться. Ну, это знание и поведение, да? Вот. Там, изучать правила. Ну, то есть это те вещи, которые нам нужно комплексно как бы решать для решения любой задачи в городе. Например, архитектура была какая-нибудь ужасная, и мы хотим хорошую архитектуру. Чтобы появилась хорошая архитектура, мало спроектировать качественно там здания. Необходимо создать культуру, в которой ценится хорошее архитектурное решение. Необходимо научить хороших архитекторов, чтобы они умели это делать. И также внедрить вот это вот понятие на индивидуальном уровне, что это важно, ценно там и так далее. В общем, сейчас глубоко на этом останавливаться не буду. Если аквал посмотрите, в Ижевске что мы сделали? Просто как-то все работает. То есть я сейчас о чем говорю? Что применение интегрального подхода, живого контакта и видение города как живого организма, когда это применяешь, это приводит к конкретным результатам. Каким результатам? Еще раз, Ижевске это 640 тысяч человек. То есть это не Москва, но это такой средний российский город. мы планировали. Мы планировали вот это примерно 15, по-моему, сфер городской жизни таких обычных, там от благоустройства, продвижения города, образования, там культура и прочее. Мы думали на несколько повлиять в течение года первого, а к концу года мы посмотрели, оказалось, что мы повлияли на 14 с 15. Что это значит? Это значит, что применяя эти инструменты, у вас появляется способность действительно позитивно и конструктивно влиять на то, как живет город. Экология, ассоциации развития города или экосистема, то есть понятно, что это активные горожане, они участвуют в работе. Это власти города, крупный, средний, малый бизнес и внешний бизнес, там магнит, там всевозможные большие такие федеральные штуки. Это городские сообщества и некоммерческие организации. То есть мы со всеми с этими сообществами взаимодействуем, объединяем лидеров из них. Это несомненные эксперты, это также правительство региона, федеральный округ, мы все разделены по федеральным округам в России, это президент правительства России. С каждым из этих субъектов мы общались, вовлекая их в продуктивное, конструктивное взаимодействие для решения наших задач. Ну и понятно, что весь мир. Вот, мы обнаружили, что это непросто, потому что лидеры не умеют объединяться, лидеры не умеют строить диалог между собой. Я уже говорил про проблемы вот этих, там, недоверие, там, ну, как бы границ между разными сообществами, соответственно, мы со всем с этим столкнулись и как бы работали, работали с этим и доработали. Советник президента России Михаил Федотов уплотнение социальных связей через коммуникации это то, что нужно делать. Мы с ним регулярно встречаемся, он просто отслеживает, как у нас все идет. Он говорит, ребята, круто, это супер пример в России, когда через конструктивное взаимодействие происходит реальные сдвиги в развитии города. Вот, мы сразу начали взаимодействовать со всеми силовиками, потому что в России они играют большую роль. МВД, ФСБ, налоговые, там, всевозможные органы. То есть, мы ко всем пришли, сказали, мы тут не это самое, просто город развиваем. Вот. Кстати, очень многие люди все еще не понимают, зачем? Зачем вам этот город развивать? Вот свой бизнес развивайте, там, или еще, зачем вам город развивать? Мы говорим, ну, потому что мы считаем, что это важно, это наша экосистема, в которой мы все живем, там, улучшается качество жизни, и тра-ля-ля-ля. Люди либо не понимают, либо многие не верят. Они считают, нет-нет, наверное, из бюджета хотят где-то все-таки хапнуть миллион в конечном итоге. Вот. Вот Юрий Тюрин, он бизнесмен был, руководителем, председателем, там, местной ассоциации крупного бизнеса. Он говорит, я очень прагматичный человек, если что-то не работает, это не мое, арго работает. То есть, он посмотрел, тоже вошел во все процессы, бизнесмены все участвуют в разных проектах, там, спонсируют какие-то проекты в каких-то, физически участвуют, их персонал участвует и прочее. Вот, Людмила Гулешина, это председатель общественной палаты, тоже достаточно живой, современный человек, тоже из бизнеса. Она, вот эти вот, знаете, НКО, некоммерческие организации, она привыкла, что обычно люди там, либо что-то просят, либо делают что-то такое небольшое, но важное очень. А тут, она посмотрела Ассоциация развития города, Арго, мы беремся за большие проекты, мы их доводим до конца. И таких проектов в год городского масштаба мы делаем без бюджетов, ну, где-то 40-45. Там, трансформация библиотечного пространства, например, в современные центры, там, общение, ну, много всего, форумы всякие, фестивали и так далее. Вот. За год у нас было 57 тысяч за первый год посещений наших мероприятий для города в 600 тысяч человек, это много. И это при том, что у нас не было никаких денег, кроме там своих, там, небольших взносов, работы волонтеров, там и так далее. То есть, достаточно масштабная деятельность, а каким результатом она приводит, трансформация городской культуры Ижевского 3-4 года назад, он был в каком-то таком состоянии, когда вот из-за этого недоверия, усталости, город как будто бы застыл. Ну, многие люди, кто там, активную роль какую-то играли, они все говорили, что нету коммуникации в городе. А сейчас коммуникации в городе есть, более того, слава богу, сейчас уже вот эти инициативы по развитию города, они сейчас сами рождаются. То есть, мы их где-то поддерживаем, где-то сотрудничаем, но эти инициативы стали вот как грибы после дождя. То есть, реальная трансформация городской культуры такой застывшей к живой происходит. Мы провели форум живых городов полтора года назад, потом полгода назад, где собрали как раз со всей России команды, которые меняют города. Реально. В первый год приехало 34 города, во второй год, по-моему, 45. Вот где-то 200, там, плюс-минус человек, экспертов, человек 50 ведущих в разных сферах, там, урбанистика, архитектура, городопланирование, социальное, там, проектирование, человеческий капитал и прочее. И вот мы создали такую площадку коммуникаций живых, во-первых, между экспертами, потому что почти негде общаться людям, которые занимаются, нету междисциплинарных кросс-тематических связей, и, например, там, Московский урбанистический форум, я не знаю, все знают или нет, вот, вот мы в этом году, там, планируем тоже участвовать, именно как какая-то секция, возможно, это, оно более формализованное мероприятие, оно очень важное, но там нет уже, вот, прямо общения, контактов, там, думания о будущем. Вот мы сейчас, как раз такие площадки уже полтора года создаем, вот, объединяя все вот эти сообщества для развития. Вот, к чему мы пришли? Например, форум провели, он экспертами признан лучшим форумом России, Ижевск. Где этот Ижевск? Ну, то есть он не так далеко, но тем не менее. Агентство стратегических инициатив, проект, вот именно Арго, вошло в лучшие 30 проектов по развитию городов, там, в прошлом году. Серебряный лучник, такая премия есть, лучший проект по развитию, продвижению территории. Нас попросили коллеги из МИД Россию представлять на Всемирном коммуникационном форуме, международные награды всякие получили, там, и прочее, и прочее. На сегодняшний день вышло около уже 900 публикаций в СМИ, без бюджета. 900 публикаций в СМИ, в федеральных региональных, это довольно много. Вот, то есть, как бы людям такой опыт интересен. Для Владимира Владимировича Путина делали эксклюзивный такой сборник, показать, что в стране вообще происходит. Туда нас тоже включили, там, среди каких-то 15 практик. Вот. Общественная палата, ну и так далее. То есть, это я к чему все показываю? К тому, что, вот это откуда все взялось? Это взялось в обыкновенном российском городе со своими сложностями. Мы применили живой контакт, объединение лидеров из четырех сообществ, бизнес, классник, коммерческий сектор, активные горожане. Вот. Мы увидели вот эту идею живого города, и она всем понятна. То есть, когда с человеком говоришь, да, что город либо живет, и он здоровый, и в нем все хорошо происходит, либо он болеет, вот он разрознен, нету возможности создавать будущее. Очень многие лидеры включаются. Не все, но многие включаются. Вот это просто какие-то внешние результаты. И я вам предлагаю простую вещь попробовать в вашей повседневной жизни. Я готов про это поговорить сейчас, там где-то можем еще. Вот Павел у нас главный. Можем просто отдельно собраться. Если вы начнете применять вот эти несколько простых принципов в своей жизни, главное — это живой контакт, без этого, мы это вначале называли, мы говорили, что ОРГО устроен на трех принципах или трех подходах. Первое, ну это условный значок, мы применяем лучшие технологии, которые мы это всюду собираем. Вот у основания Ассоциации развития города там было несколько человек, они все из бизнеса пришли, из крупного, там с международным оптом, с российским, таким сильным. Вот, соответственно, это люди были высокоразвитые, вот очень такого оранжевого уровня, как бы достижения, предпринимательства, системы, процессы. И мы сразу в некоммерческую сферу внедряли лучшее, что есть в мире бизнеса, например, то, что подходит. То есть, соответственно, технологии — лучший опыт. Это первая вещь. Вторая вещь — это идеи. То есть технологии — это как делать, а идеи — это что делать. То есть мы смотрели, что в других городах происходит, по России, по миру, сами придумывали. Соответственно, объединяя идеи с технологией, мы получали уже деятельные проекты. Но третья вещь, без которой это все бы не работало, и это может быть самое сложное. О, мне говорили, что сзади не видно. Короче, третья штука, мы ее называли любовь, но потом вот мы поняли, что это живой контакт. Любовь в каком смысле? Любовь как ощущение других людей, неважно, это губернатор, бизнесмен, полицейский или кто-то еще, ощущение общности. Потому что пока у вас есть разделенность, вы ничего эффективного построить не можете. Как только у вас именно ощущение отношения к миру через любовь, через принятие, через ощущение некой, как бы это сказать, единства, общности с другими людьми, применяя технологии, применяя идеи, создавая вот это глубинное трансформационное общение с лидерами, с другими людьми, вы создаете процесс, который приводит к внешним результатам, те, которые я показал. Вот сейчас мы все больше и больше говорим, что это живой контакт, это одно и то же слова разные. Соответственно, если в вашей жизни вы начнете применять живой контакт, ну и там уже по необходимости технологии идеи, это вы лучше меня знаете, то я утверждаю, что эффективность тех больших процессов и задач, которые вы перед собой ставите сейчас или в будущем, особенно если не включают других людей или большие группы людей, она качественно поднимется. И на этой радостной ноте вот я здесь принес такие бумажечки, мы запустили на последнем форуме живых городов с экспертами и с практиками со всей страны, мы увидели, что города в России сегодня лишены видения. То есть, если вы почитаете отчеты всяких администраций, то основное это квадратные метры введенного жилья. То есть, концепция развития городов на сегодняшний день, она ограничивается созданием дешевого доступного жилья. Это основная движущая сила российских городов. И не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что на сегодня это абсолютно тупиковый путь, он как бы из прошлого, он нужен был когда-то и своевременен, но сегодня это уже просто извлечение прибыли на таком рынке, который не создает счастливое, качественное качество жизни и будущее у городов. Вот сейчас я еще быстренько схемку нарисую, одну важную. Тот же самый Денис Визгалов, когда приезжал на первый форум живых городов, он обозначил вот такую важную вещь. Он говорит, город существует не на двух уровнях, как все привыкли думать. То есть, это инфраструктура и система управления или администрирования. Потому что, когда мы думаем, Москва, что такое Москва? Это вот дороги, развязки, дома и мэрия. Это Москва. Вот, конечно же, нет, но многие люди именно так воспринимают города и на таком уровне пробуют их развивать. Это еще люди. И это идеи и смыслы. Соответственно, вот у Дениса Визгалова вот эти четыре уровня, это и есть, ну, понятно, схематически, но отражение города и развивать город или делать что-то с городом необходимо на всех четырех уровнях. Инфраструктура, вот эти вот дорожки, там, архитектура, да, система управления, как мы принимаем решения, причем не только вот мэрия, а как мы у себя в доме, там, в районе принимаем решения и прочее. Вот так же это люди, это их системы взглядов, это их уровень образования, это их качество внутреннего, как бы, сознания, там, и много-много другой навыки, компетенции у меня. Это идеи и смыслы, которые движут городом, как в целом, да, идентичность города, городской культурный код, там, и прочее, так его отдельными городскими, там, и прочими сообществами. Вот. Это была Дениса Визгалова классификация. Мы от себя в Арго добавили еще технологии, вот сюда вписали. И ресурсы. И мы, соответственно, когда думаем про развитие города, это развитие на уровне ресурсной базы, развитие инфраструктуры, систем управления, технологий, всех там освещения технологий, взаимодействия коммуникативных технологий. Это развитие людей и развитие идей и смыслов. Этим заниматься, я надеюсь, что всем нам очень будет интересно и уже интересно. Вот. А на форуме-то мы решили, что необходимо создать новое видение развития городов. Я через две минуты завершу и буду рад разойтись или ответить на вопросы. Вот. Мы это назвали условно хартия живых городов. Кстати, у меня даже где-то есть слайд. Я быстренько до него. А, ну идея у нас простая, что тысячи живых городов к 30-му году, и мы сейчас работаем с государственными и окологосударственными институциями, чтобы это двигать с союзами городов. Вот. В общем. Да. Мы хотим предложить стране новое видение развития городов, потому что, когда у нас внутри сформируется понимание и запрос на то, как оно может быть, и возникнут новые профессиональные, там, экспертные разные стандарты, как оно должно быть, то мы сможем гораздо быстрее перейти от состояния, где мы находимся, к состоянию, в котором города будут действительно развиваться и процветать. Это займет определенное время. Вот. Мы сейчас включаем игроков со всей страны из бизнеса, из власти, из некоммерческого сектора, из активных горожан, из более 50 городов сейчас участвуют в разработке, обсуждении и так далее хартии живых городов и второго документа я вам сейчас покажу. И на наш взгляд, изменения, которым это приведет, и каждый из вас может в этом тоже участвовать на равноправных, так сказать, основаниях, они положительно повлияют на жизни миллионов людей, сотен городов и всей страны. Вот. Мы создаем сейчас два документа. Идет работа в экспертном сообществе с практиками со всей страны. Первый — это хартия, то есть это набор принципов живого города. А второй — это практические рекомендации, это уже технологии. Например, принципом может быть, что у человека есть там главная ценность живого города, а рекомендации они уже описывают, а что для этого необходимо делать, чтобы так действительно и было. Вот. И это все потом будет распространяться всеми там каналами, способами по всей стране. Я для примера, ну, мы не будем сейчас это смотреть. Вот несколько людей, это замдекана по научной работе Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики Виталий Стадников, очень колоритный человек, кто его знает. Это его, например, пять принципов живого города. Например, диверсификация управления, что размер минимального элемента самоправления должен быть не более размера сообщества, позволяющего слышать каждого. То есть в городе нельзя управлять только на уровне мэрии или там района, или как здесь в Москве называется, округа, да? Вот. Что в городе должны быть созданы и внедрены системы управления так, чтобы мы знали друг друга и вместе принимали важные для нас решения. Ну и так далее. Андрей Шаронов, кто его знает, он был зам Собянина по экономическому развитию и экономической политике. Сейчас он ректор Сколкова. Его пять пунктов очень сильные. Тоже, кстати, это все можно, если вы мне напишите, я сейчас дам свой имейл, я могу прислать, собственно, вы можете включиться в этот процесс равноправно со всеми, кто уже в нем, прислать свои пять принципов, там, не важно, четыре-шесть, живого города, то есть представить город, который способен жить и создавать качество жизни для всех горожан, там, что для этого нужно, напишите ваши пять пунктов, пришлите мне, я вас включу в этот, как бы, общий диалог, в этот процесс. Вы будете одним из авторов хартии живых городов. Ну, например, у Андрея Шарона очень сильные вещи. Культ образования. Городские власти и сообщества целенаправленно поддерживают различные формы образования, особенно дополнительного. Образованные люди меньше болеют, ведут грамотный образ жизни, более изобретательные в выборе активности, более успешных профессиональных деятельностей, толерантных к открытости и инновациям. То есть города, где это будет, будут более успешны, чем города, где этого нет. Открытость города, второй пункт, тоже очень, ну, все на самом деле очень круто. Можете потом почитать. Павел Лукши, кто знает, не знает, тоже один из ведущих таких современных исследователей и там тренеров, скажем, исследователей человеческого капитала развития и городов, в том числе, и системы образования. Вот то, что он написал и у Шаронова, и у Лукши, вот если это прочитать и это внедрить, это будет очень успешный город. И понимание, каким город должен быть сегодня у людей, которые управляют городами или влияют на это, вообще нет. То есть, никто не понимает, что такое город и каким он должен быть. Например, пятый пункт. Живой город стремится следовать принципу thrivability, процветания. То есть, в нем экономическое развитие и повышение качества жизни совмещается с экологической устойчивостью и социальной устойчивостью. Мирное существование разных этнических, религиозных, культурных групп, не ущемление интересов разных возрастных, гендерных групп. То есть, это и многие другие, когда эти принципы будут осознаны и внедрятся, и мы сейчас работаем и с Всероссийским советом по местному самоправлению, с союзами городов, там, законодательными, всякими институциями. То есть, наша идея очень простая, что привнести новое видение развития городов в коллективное сознание, в систему управления всей нашей страны. Свят Мурунов свои, Никита Асадов мне очень понравился, это архитектор, есть такое бюро Асадовых, «Пять принципов живого города», но я не буду читать, тут видно. Очень точно, очень лаконично, очень сильно. А это его брат Андрей Асадов. Вот мне очень понравилось. Видел кто-нибудь такие переходные знаки, да? Сейчас время танцевать. Ну, это не у нас с вами, это вообще по жизни. Вот мой имейл, лёвагордонсобакаяху.ком А пришлите ваши пять, вот здесь, всякая дополнительная информация, кто хочет, может взять такие флайеры. Вот, пришлите ваши пять принципов живого города, и мы вас включим в этот процесс, вас соавторы хартия, и вы будете, ну, так сказать, участвовать и видеть, что происходит. Оказательно, опять надо ни больше, ни меньше. Можно больше, можно меньше. Примерно пять. Вот. Так, что-то у меня ещё тут есть? А. Ещё раз. Я сам ничего особо из себя не представляю, заменяю своего брата, близняшку. Поэтому, если при этом какие-то вопросы есть сейчас, можно их задать мне, можно обменяться ВКонтакте, у меня есть визитки, если нужно. Я в Фейсбуке тоже есть, латинскими буквами Лев, пропуск, Гордон. И вы Лев, и ваш брат тоже Лев. Я Драга, а он Лев. А у нас общий аккаунт в Фейсбуке. Есть время ответить на два вопроса коротких. Раз, два. Я вот хотел спросить по поводу живого контакта. Может быть, какие-то практические, может быть, рекомендации у вас есть. Если завтра пойдём на встречу с чиновниками, как это применить, как... Очень кратко. То есть, этим можно заниматься всю жизнь, развитием этого навыка, да? Но если очень кратко, во-первых, базовые вещи, вы их наверняка и так все знаете. Когда мы общаемся с другим человеком, первое, и вот сколько мастер-классов проводил с людьми, которые постоянно делают в бизнесе, во власти, все про это забывают. Первое – это понять другого, а потом уже что-то пробовать или просить. То есть, пока ты не понимаешь, с кем ты общаешься, ты общаешься с функцией. Вот то, что мы с Ольгой демонстрировали, пока я не знаю ее как живого человека, чем она живет, ее интересов, ее какого-то жизненного опыта и прочее, мы общаемся с формой и у нас нету живого контакта и мы будем неэффективны. Соответственно, первое – всегда понять другого человека. Это и в бизнесе, и в обществе, и везде, и в семье, и везде. Вторая вещь, после того, как мы поняли другого человека, это найти общие точки взаимодействия. Вот я сейчас говорю немножко про внешние вещи, но они тоже важны. Вот. Общие интересы. Ну а вот завтра уже все, встреча с чиновниками, все. Вы можете к завтрашнему вы делаете… Сломать. Сейчас приду. К завтрашнему вы делаете наилучшее возможное вот из того, что я сказал. Вы всегда можете видеть в человеке человека, а не функцию, во-первых, да? А по поводу уже именно глубинной смысла живого контакта, это начинается всегда с вашего контакта с самим собой. потому что если вы себя не осознаете и не чувствуете, вы никогда не почувствуете другого человека и вы живого контакта не будете. Соответственно, первый шаг к завтрашней вашей встрече и к любой другой это наладить контакт с собой. Действительно почувствовать, узнать, кто вы есть. Ваше сознание, ваше тело, ваша энергия, ваша некая сущность живая. Вот для этого есть масса всевозможных практик. Сейчас более подробно я не смогу ответить. Второй вопрос был от Алексея. Алексей. Я хочу уточнить, где-то можно вот эти пункты из картии, которые писали эти известные люди, где-то они доступны? Да. Во-первых, если вы напишите мне на это, я вам просто пришлю. Вот в квадратиках там указан адрес. Там пока они все еще не выложены, они там появятся в течение недели. Там сейчас есть уже другая вещь, то, что мы разработали на форуме, но сейчас мы дорабатываем каждый день, это увеличивается список. Поэтому для начала предлагаю написать на e-mail, а потом это все будет и на всяких страницах доступно. Еще и я, и вы. Скажите, по поводу этого Argo, во-первых, как финансируется, во-вторых, есть ли там люди, которые там постоянно работают, получают за это зарплату или это чисто общественная деятельность, и как она взаимодействует с активными людьми из народа? Значит, у нас бюджет всех проектов в первый год был где-то 3 миллиона, во второй год где-то 7 миллионов, и в третий год где-то 10 миллионов. Откуда они взялись? Большая часть это, ну, как бы, возносы, спонсорство, бизнесы на проекты, то есть это не... Есть аппарат Argo, в нем 3-4 человека, то 3, то 4 работают, но это не считая там бухгалтера за 10 тысяч, на треть ставки. То есть там два проект-менеджера, сейчас управляющий директор появился и пиар-менеджер. Вот, у них зарплата средняя примерно там где-то 30 плюс-минус, вот, совокупный бюджет на поддержание вот этой аппаратной, ну, текущей деятельности управленческой, он где-то получается 150 там со всякими другими затратами, и они финансируются, мы создали попечительский совет Ассоциации развития города, в него входят бизнесмены, которые каждый месяц вкладывают среднемесячную зарплату по Ижевску и 24 тысячи. То есть там условно 10 человек по 24 тысячи и возникает 240 тысяч в месяц бюджет на текущую деятельность, плюс мы привлекаем больше всего от бизнеса, ну и какие-то гранты начинаем, уже на проекты, которые, собственно, гораздо больше по объему. Я ответил на ваши вопросы? Да, на два вопроса ответили. Как с активистами? Да. Взаимодействия очень просто. Вот с них плодите, что-то крутое сделать, что приходит в офис, а два, а два, и вот он принимает. Да, у нас офис в центре города, это комната в половину или в треть, наверное, вот этой, там работают вот эти 3-4 человека и регулярно там много волонтеров туда заходит, то есть такая живая достаточно атмосфера, люди с идеями приходят, и у нас есть такое слово даже родилось улучшайзинг, то есть улучшение постоянное. Человек приходит с идеей, если мы видим, что идея живая и есть хозяин ее, да, не просто идея там, вот вы и сделайте, мы ни за кого ничего не делаем, конечно, ну просто идей много, нас не хватит. Вот, если есть хозяин идеи, но ему не хватает финансов, мы помогаем найти финансы, или ему не хватает разрешения административных, мы помогаем этих вещей, или нужно с кем-то посидеть, концепцию проработать, планы проекта и прочее. То есть люди, которые приходят со своими сильными проектными идеями, мы их объединяем между собой, либо даем дополнительные ресурсы, если они есть, или мы их находим для реализации их проектов. Это постоянный процесс. Еще вы, а потом, если вы мне разрешите, то еще один человек. Вернемся немного к первому вопросу взаимодействия с властями. Вот, я так понимаю, что идеальный вариант, конечно, это когда у нас политика с человеческим лицом, как говорится, и вот вы такую прекрасную таблицу большую показывали, там как бы разные люди разделены по группам. И вот конкретный вопрос. Как человеку, принадлежащему к зеленому типу мышления, найти общий язык с властями, которые придерживаются чисто законодательного и порядочного формализма? Супер вопрос. Если бы я знал на него ответ, я могу дать некие наблюдения кратко. Во-первых, внутри каждого человека присутствуют все эти уровни сознания, просто доминантно проявлены одной из стадий. Но внутри вас, меня, Ирины, Ольги, Ольги, Алексея, Ильи и всех, кто здесь присутствует, в нас есть все уровни сознания просто в зачаточном, нераскрытом состоянии. Соответственно, через осознанную работу с собой вы можете подняться хотя бы до желтого уровня, через которые вы можете общаться с любым человеком. Если вы подниметесь выше, у вас будут возникать как это называется ситхи, такие способности всякие, видение будущего, чтение мыслей и прочее. Действительно, это правда, я не шучу. Вот, но я к чему? Через вот эту внутреннюю работу и создание живого контакта с собой у вас будет возникать более высокие коммуникативные навыки, вы разовьете в себе интуицию. Интуиция, кстати, просто как бонус есть у каждого человека, у женщины обычно проявлено больше, но она есть у каждого человека, есть простые инструменты, как ее развивать. Интуиция – это некое внутреннее знание, не основанное на внешних каких-то там фактах и прочее, которое позволяет вам знать, что делать, например. Вот, в общем, работа с собой поможет вам в этом направлении. Как вы это зовут? Я забыл. Кирилл, да. Можно ли сделать что-нибудь с мертвыми поселками, которые у нас часто называются городами, с которых уже все уехали, там все пьют, и как бы остались только те, кто уже не может уехать? Я очень просто отвечу. Вот ответа можно или нельзя, его нет. Если будут люди, которые способны это сделать, с ними можно сделать многое. Вот те самые лидеры хотя бы желтого уровня, да, которые смогут создать в себе долгосрочную мотивацию, объединить людей, там и так далее. Все можно. Там можно создать ремесленные, там всевозможные разные специализации. Уже технологии появляются как малым городам и даже поселкам создавать, жизнеспособность. Технологии мы разрабатываем. Суть в том, что если там таких лидеров нету, если никто не толкает повозку, если коня нету, повозка не едет. Сначала понятно разговоры, просвещение, в какой момент понять, что можно действовать? Когда у вас возникает группа людей, объединенных общей идеей и способных сотрудничать не один день, не неделю, а из года в год. И она будет там кто-то отпадать, кто-то приходить. Должно быть сообщество лидеров, которые вместе тянут повозку. А как найти? Раскрыть секрет? Мы пробовали три способа. Первый способ это я прихожу к... Как вас по учету? Николаевне. Ольга Николаевна, например, директор завода или бизнесмен какой-то, или там власть. Я прихожу к Ольге Николаевне, мы садимся, мы разговариваем, мы понимаем друг друга или не понимаем друг друга. Если понимаем, то у нас возникает контакт, связь, сотрудничество. Если не понимаем, ну, не удалось. Это первый способ. Личное общение. Второй способ. Мы собирали людей, ну, не в таким, может быть, поменьше, ну, кстати, и в такие тоже, там, по сто человек. И потом те, кому интересно, они притягивались. Вот. А третий способ, это вот там, статьи в журналах, реклама в журналах, там, и прочее. Третий не работает. А второй работает, но слабо. Все через живой контакт один на один. Потому что пока человек, у всех, кроме там, отдельных исключений, у всех людей недостаток внимания к себе, недостаток глубинного трансформационного общения. Нам всем не хватает, чтобы нас видели, как личность, слышали, понимали. И когда ты входишь в живой контакт с человеком, если ему не суждено этим гордым заниматься, ну, поговорили, и все. Но есть много людей, для кого это их часть предназначения жизни, просто нужно создать эти связи. Да? Как вас зовут и ваш вопрос? А? Маша? Красивое имя. Все живое. В общем, в предназначении вы хотите починить понятие гордого вообще, а это не может ли цивилизация? Чуть погромче. Вы хотите починить понятие горда вообще в целом цивилизации, культуре? Ну, где починить это понять? То, что очень сломанное, все не представляют, как они функционируют, что они таковы все. Вот. Когда вы хотите понять, обо живой культуре, то есть, получается, что его родят люди. И в один как раз момент у вас просто не хватит жестких людей. Сможет ли ваша организация каким-то образом создать образовательную структуру, чтобы как-то было больше я, может быть, не до конца, но примерно понял ваш вопрос. Работа с людьми крайне важна. У нас образовательные проекты, они, может быть, номер один. У нас вообще, как бы, мы разделили всю деятельность на объединение лидеров, на повышение КПД управления городом, второй, как бы, пласт задач. Третий — это конкретные городские проекты, всякие разные во всех сферах получения. У нас отдельно идет образовательный проект, отдельной штукой. Мы, например, в Ижевске внедрили такую штуку, в России нигде такого не было, все старшеклассники 100% проходят через программу, ну, в смысле, кто пришел, то есть есть, кто не приходит, но мы даем возможность всем 100% старшеклассников прийти на программу, называется «Формула успеха». И это одно касание, то есть это не 10 дней подряд там в лагере, вот, там несколько стадий, то есть все проходят через примерно полтора-два часа, по-моему, встреча, туда приходят какие-то успешные люди, которых мы видим достаточно высокого уровня, и основные вещи, которые мы хотим передать старшеклассникам, их три. Первое, у каждого есть свой путь в жизни, потому что есть счастливые люди, кому в семье это сказали, но большинству в семье сказали, стань там врачом, обеспечить себе жизнь, там юристом, или еще какая-нибудь хрень. Вот, я имею в виду, что никто не смотрит вглубь человека, как правило. Я думаю, что здесь в основном люди исключение из этого правила, но в большинстве людей, в большинстве случаев такого нет. Соответственно, мы каждому доносим очень так четко и через игровые всякие формы и прочее, что у тебя, есть свой жизненный путь, свое предназначение, найди его. Потому что ты не сможешь быть успешным, формула успеха, ты не сможешь быть успешным не на своем пути. Если ты прирожденный лыжник, а будешь всю жизнь пробовать стать прекрасным пловцом, у тебя что-то будет получаться, ты не будешь счастлив, ты не будешь чемпионом. Найди свой путь. Вторая вещь, мы передаем людям, стараемся передать, ощущение, что они свободны в жизни. Это как бы их игровая площадка. Они пришли как душа в этот мир, ну в кавычках, и они не должны идти по какому-то жесткому пути, они вольны создавать, творить. Они как бы творцы, которые могут в ходе жизни творить себе будущее. Ну и окружающим, естественно, тоже. А третья вещь, что для этого нужны определенные навыки развития и прочее. То есть выбери свой путь, свободно, уверенно иди по нему и набирай навыки. Это те вещи, которые мы даем 100% из приходящих старшеклассников. Вот в прошлом году в Ижевске где-то 3000 в год примерно выпускается из 11 класса. Около 70% из них прошли через эту программу. В этом году будет и 11, и 10 класс. Это как пример просто рассказываю. Ну и такого рода у нас там школа молодого лидера, активного горожанина, там масса 25 образовательных проектов. То есть несомненно мы это внедряем, причем и на уровне взрослых людей, но прежде всего на уровне молодежи. Если вопросов нет, последний вопрос. Может, я не совсем понял, какая у сферы деятельности в долгосрочной перспективе что-ли у Арго? Это именно вот с нашей точки зрения, во-первых, что такое Арго, как мы это видим? Вот в 19 веке, чтобы город состоялся и был успешен, ему нужен был вокзал. Помните, там вестерны, там вокзалы в России, везде. В 20 веке такой же инфраструктурной точкой опорной стал аэропорт. Ну и другие, понятно, там. Вот. С нашей точки зрения Арго или любая другая штука похожая, то есть платформа, объединяющая активных, думающих лидеров города, которые постоянно не от выборов к выборам, не разделенные по партиям или еще как-то, а которые постоянно думают, заботятся вот об этом пространстве, его развивают, это вокзал 21 века. То есть это та необходимая инфраструктурная единица в городе, которая будет способствовать успешности города. Вот. И с точки зрения, ну, там, я лично занимался Ижевском, и мне этого хватало, потому что я уже говорил, что я интроверт, поэтому я вообще людей не очень... Сейчас скажу. Вот. А тут приходится много общаться. Вот. Ну, у нас, слава богу, много кто этим занимается, я не один, там много людей. Вот. И мы после первого форума нас попросили, приедьте в этот город, приедьте в этот, помогите наладить. В общем, мы съездили в один-два города, оказалось, что это по России ездить тяжело, ну, потому что нужно либо через Москву как-то хитро, либо там непонятно как. Поэтому мы создали технологию, 17 шагов, там все описано. И в паре городов эти процессы уже запущены, там люди это уже делают. Вот. Ну и сейчас мы видим, что через вот этот процесс мы, возможно, институционализируем это на уровне государства каким-то образом, потому что и через ОСИ мы, в принципе, ввели уже как лучшую практику городского развития вот такую ассоциацию. Она может называться по-другому, это может быть, например, когда вот у нас поворот пошел с запада на внутрироссийские ценности, ну, думаю, может переименовать из ассоциации развития города, например, в РОД, там, российское общинное движение, что-нибудь такое. То есть неважно, как называется, суть очень простая. И вот у нас сейчас в Ижевске поменялась команда управленцев, то есть предыдущий глава администрации гордо ушел, который вот был более открытый, молодой и прочее. И у нас, естественно, все заинтересованы были с самого начала, а вот, ну, тут молодой такой был, открытый человек, управленец, а вот он уйдет, а что будет дальше? Все умрет. Вот. На наш взгляд, это никак не связано с личностями, понятно, что с кем-то проще работать, но в целом это, опять-таки, вокзал же есть всегда при любом мэре. Тут то же самое. Соответственно, мы поговорили с тремя, с четырьмя кандидатами на роль главы города, кто в сентябре вот избирается. И мы с каждым сели, люди разные, кому-то 60 лет, кому-то 50, кому-то 40, там, из разных сфер жизни. Но мы сели, поговорили в живом формате, да, что арго, это простая вещь, это объединение лидеров города для совместного думания о городе и его развития. Нормально? Нормально. Будем делать? Будем делать. То есть в этом смысле любой здравомыслящий человек для любой администрации это огромный ресурс. И, собственно, это то, чего городам не хватает, потому что власти не могут, власти не занимаются развитием городов. У них нет этой функции, она не встроена туда. Вот развитием города могут заниматься только вот эти городские сообщества, бизнес, там, некоммерческий сектор, активные горожане в сотрудничестве с властью. Соответственно, у нас в стране это постепенно станет, ну, понятным таким общим местом и внедрено будет, ну, тысячи городов-то, я думаю. Вот. Огромное спасибо. Если я что-то сказал не так, это все на моей совести. Еще раз хочу подчеркнуть, что я особо ничего не знаю, просто вот меня сегодня пригласили, и я очень рад, что мы с вами хорошо пообщались. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok